Если мы признаем существование Неких богов То есть некой высоко развитой цивилизации У нас, строго говоря, если мы не говорим О нарушениях законов физики О перемещениях во времени Ну или еще о чем-то таком То остается всего две версии Откуда взялись боги Значит, это либо Либо земная цивилизация, либо инопланета Как говорится, другого варианта не дано Либо так, либо так Либо наша планета, либо не наша планета Вот Что касается инопланетной цивилизации То там все предельно просто Это версия из легенд и преданий Которые так и говорят Что боги либо пришли со звезд вообще конкретно Либо просто пришли с неба Вот Ну, как бы С неба, это понятно, что на небе тоже Никакой земли нет Значит, должна быть какая-то другая планета Вот, с этой версией понятно А земная версия На самом деле Вот здесь, я считаю, полезно Посмотреть Именно на истоки Потому что Это уже, как бы Дает преимущество в пользу одной версии Если мы Про инопланетную версию Про небесное Происхождение богов Мы можем опираться на древние легенды и предания Уходящие вообще корнями В очень глубокую древность Грубо говоря, во времена очевидцев То Земная версия Оказывается гораздо более короткой Впервые вот Это вырастает из версии Атлантиды Которая озвучена только лишь Платоном Платон ссылается на некую Легенду Которая ходит в Египте Ну, возможно, она там Где-то с кем-то и сохранялась Вот Но он, говорит Описывает Собственно, Атлантиду Которая Ну, некое Некое государство В двух своих Всего в двух работах Тимея и Критий Который Сам нацелил эти работы Больше на представление Некого идеального общества С его точки зрения А про саму историю Атлантиды У меня очень коротко Собственно, что правили Этой страной полубоги Значит, точнее, даже не полубоги Цари Атлантиды Были детьми полубогов То есть, если брать Хронологию правления Да, у нас уже получается Достаточно позднее время По сравнению даже С временами правления богов Потому что, если вспомним Манифона Полубоги были После богов Соответственно, здесь Если уже дети Это уже ближе Ко временам Так называемых героев Ну, и в принципе То, что Платон Описывает Как бы Походы завоевательные Атлантов Это очень похоже Опять же На деяние богов То есть Не богов, а героев То есть Это как раз Перекликание С тем пластом Больше мифологии Ну, здесь какая еще Ситуация Самый главный Мой аргумент Против того, чтобы Идентифицировать Атлантиду Вот как раз Именно с цивилизацией богов Дело в том, что Мы видим следы Реально следы Очень высоких технологий Которые превышают Даже наши Платон Описывает Атлантов Достаточно Примитивных То есть Они у него Там, собственно Воюют С предками Древних греков Вооруженных Копьями И щитами И Предки Древних греков Их побеждают То есть Понятно, что Мы Обрасываем фильм Аватар Как фантастику Да? Что Так сказать Существа вооруженные Таким примитивным оружием Ничего не могут сделать С цивилизации Там Способны Спокойно Прилегать с континентом На континент Ну, как минимум Да? Вот Поэтому Никоим образом Это не подходит Версия Я уже не беру Там то, что Один островок Странно Было бы От высоко Развитой цивилизации Ожидать Что она будет Ограничивать Своё место Обитания Всего лишь Каким-то Пусть даже Континентом Почему она На других Континентах Почему она Не обитала По всей земле Наши Как бы Нет никаких Ограничений При таких Технологиях Ну, то есть Здесь масса Противоречий И Платон Явно Описывал Грубо говоря Если Атлантида Была То это Была Совершенно Другая Цивилизация То есть То что мы ищем Однако Ну да Эта версия Продолжала Существовать И она Существовала Достаточно Долго Почти Не изменилась До 19 Века Но параллельно Ее пытались Подкрепить Еще Легендами О древней прародии Значит Ссылается На то Что вот Есть Мифы И предания Где говорится О том Что Люди Которые Составляли Эти предания Являются Потомками Тех Кто был Вынужден Покинуть Свою Какую-то Страну Чаще всего Какой-то Либо остров Либо континент Потому что Была Какая-то Катастрофа И это Приводится В качестве Подкрепления Значит Версия Атлантиды Но Эти легенды Ничего Не говорят Ни об уровне Цивилизации Не упоминают Вообще Никаких Высоких Технологий Опять-таки Там нет Такого Что Вот наши Божественные Предки Жили На такой-то Родине А мы Вот Пришли сюда И так Резко Деградировали Такого Нет нигде То есть Этот Пласт Предания Он явно Относится Вообще К потопной Катастрофе Как таковой Но Потопная Катастрофа Связана Ну Допустим Какой-то Катаклизм Связан С Атлантидой Но Какое-то Отношение Имеет К цивилизации Богов Совершенно Непонятно И Как бы Привлечение Таких Аргументов За Оно Скажем Так Некорректно По меньшей Мере Есть Скажем Предания Американских Индейцев Которые Говорят О том Что Боги К ним Прибыли Из-за Море И Это Тоже Вроде Преподносится Что Ну Понятно Атлантида Была В Атлантическом Океане Вот Они В одну Сторону Плавали С греками Воевали В другую Сторону Приплыли Вот Они В качестве Богов Выступали В Америке Но Опять Таки Понятно Что Высоко Развитая Цивилизация Не Будет Постоянно Пользоваться Одним И Тем Же Видом Транспорта Ежи Необязательно Перелетать С места На место Могут У нас же Есть И самолеты И корабли В конце Концов Мы взяли И использовали Одно средство Или другое Средство И Даже Не важно Откуда Мы Стартанули Если Мы возьмем Те же Ни ложки Они По той Информации Которая Хоть Сколько Это Заслуживает Доверие Они Спокойно Летают Не только По воздуху Но плавают По воде И внутри Воды И так Далее То То Что Представители Некой Цивилизации Появились На конкретном Континенте Со стороны Моря Еще не говорит Что они Обитали На земле Это тоже Не аргумент Ну Собственно На этом Практически Все Заканчивается Из Скажем Так Из того Что можно В принципе Собрать От Древних Очевидцев Дальше Начинается Уже Фактически Современная Отсебятина Версию Атлантида Атлантиды Неожиданно Подхватывает Блаватская И Трансформирует Ее То есть Если у Платона Речь идет О цивилизации Ну Грубо говоря Насчитывавшей Максимум Десять тысяч лет Плюс Минус То Она Уже Говорит О цивилизации Которая Погибла Двести Тысяч Лет Назад При этом Эта цивилизация У нее Якобы Была Уже Четвертой По счету Она Это говорит Не о цивилизациях Она говорит О расах людей Называет Это расами Людей Но при этом Они у нее Скажем так Как раз До Атлантов До Гипербореи Которые Перед Ну Гипербореи Лемурии Еще как-то Они более-менее Материальные А первые Вообще Нематериальные Какие существа Которые Постепенно Костенеют Каким-то образом Обретают Материальность И таким образом Там Да И при этом Еще теряют В росте Начиная С 50 метров Ну вот Такие Фантастические Честно скажу Бредни Другого слова Даже не хочу Употреблять Но Вот она Это Преподнесла Как Некое Знание Переданное Некими Учителями В Тибете И Значит Дело Там пошло Значит Могу Сразу Сказать Там Есть Очень Хорошие Психологические Приемы В этой Тайной Доктрине Которые Срабатывают На то Что люди Хватают Содержимое Не понимая Его Как бы Сути То есть Они хватают Дежурной Фразы Им нравится Эта версия Но Они Каждый Там Вносит Просто Свою Есть Такой Термин Психологии Рамочная Фраза Вот Например Человечество Деградирует Некий Телис Без Доказательств Каждый Найдет Себе Подтверждение Вот Этой Фразы Может Всегда Подобрать Какие-то Примеры Скажут Действительно Деградирует Вот Тем более Что Есть Конфликт Поколений Всегда Отцы Говорят Ну Куда Это Поколение Новое Растет Вообще Непонятно Что Раньше Было Да А сейчас Вообще Полная Деградация То есть Это Есть Вот Такие Крючки И Вот Это Тайная Доктрина На Таких Крючках Составлено Ну Скажем Я не буду вдаваться Зачем Она Это Сделала По крайней мере Вот Она Выдвинула Такую Версию И Весь 20 Век Эта Версия Развивается Но Ее Дополнил Еще Кейси Своими Ведениями Про Вот Эту Некую Атлантиду Ну Блазка Получается Так Значит Что Атлантида Платона Это Уже Некие Осколки Той Великой Цивилизации Которую Она Называет Атлантидой Погибшей 200 тысяч Лет Назад И Вот С легкой Руки Собственно Ее Даша Кейси Подкрепил Своими Ведениями В которых Атланты Перемещали Атомную Энергию В кожаных Мешках На Ослах Перевозили С места На место Вот Нил У них Тек Почему-то Вопреки Все географии В Атлантические Океаны Они В Средиземные Море Хотя По разлом Но Вот Как бы Очень многие Люди Это схватили На веру И Появились Последователи И все Это Трансформировалось В то Что Якобы Вот Эта Теория Нам Рассказывает О том Что У нас Человечество Человеческие Расы Существовали Чуть ли Не Миллионы Лет Назад И Соответственно Когда мы Говорим О высокоразвитой Цивилизации Вот Это Одна Из Цивилизаций Такого Человечества С миллионолетней Историей Вот Один Из Современных Последователей Александр Белов Который Выдвигает Теорию Инволюции Он ее Называет Хотя Берет В чистом Виде Блаватскую Но Чуть Чуть Те Трансформирует Он Берет Все Вот Эти Расы Сразу Считает Материальными Вот Эти Расы Самые Начальные Это Вообще Какие-то Сторуки Непонятные Существа Ну А Дальше Запускается Типа Такая Схема Что С течением Времени Вот Каждая Это Раса Вот Например Сторуки Деградирует Постепенно В насекомых Вракообразных Там И так Далее Вот Потом Циклоп Рождается Там В динозавров Например Постепенно И Параллельно Идет Деградация И Собственно Человеческой Расы От Значит Сторуких К циклопам Титанам К богам Дальше великаны И наконец Люди Появляются Ну Начинает он С того Что Обезьяна Произошла От человека А не Человек От обезьяны И Собственно Говоря Дальше Типа Развиваем Эту Всю Версию И Получается Что Вот Самые Примитивные Организмы Они На самом Деле Произошли Там От Самых Таких Самых Первых И самых Развитых Ну Даже Вот На эту Схему Посмотреть Просто Банально Если Посмотреть С какими Геологическими Пластами Это Связано У нас Получится Чем Глубже Мы Копали Тем Больше Развитых Существ Мы Бы Находили Останков Но Мы Прямо Противоположное То есть Человек Продолжает Поддерживать Пропагандировать Свою Теорию Он Палеонтолог Между Тем Профессиональный Да Ну Вот Вот Так Вот Он Считает Что Вопреки Самому Базовому Вещи То Я Уже Не знаю Там По-моему Какие Угодно Теории Выдвигались Но Никто Не Может Оспорить Того Факта Что Чем Глубже Землю Хочешь Тем Более Простые Организмы Там Обнаруживаются То есть Это Та Самая Закономерность Которая Собственно Вообще Появилась Теория Эволюции Как Таковая Еще Там Не Я Не Беру Дарвина Я Беру Глубоких Его Предшественников Вообще Сама Идея Просто Развитие Вот Но Как Б Ну Нравится Человеку Нравится То есть Как Б Моя Задача Констатировать Факт И Вот Эта Теория Она Противоречит Реальным Фактам Эмпирическим Ест Что Более Менее Находится Ну Какие Остатки Гигантов Но Говорят ли Они В пользу Целиком Этой Теории Ну Допустим Были Гиганты Но Реальные Находки Можете Представить Размер Вот Здесь Товарный Вагон Это Мумия Найденная На рубеже 19-20 веков Точную Дату Не Назову Пропала Где-то В запасниках Музеев Очень Хорошо Прикопали Где-то Что Даже Нет Информации Запасники Какого Музея Но Фотография Сохранилась Вот Есть Фотография Бедренная Кость Да Вот Таких Размеров Больше Половины Роста Человека Но Это В любом Случай Не 50 метров Даже Не 15 Это Гораздо Меньше Во-первых А во-вторых Как-то Были У нас И Такие Существа Там Птички Да У нас В принципе Были Те же Динозавры Здоровых Размеров Это Не Говорит О том Что Было Предыдущее Человечество Там Еще Что То 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 есть Выбросы Скажем В эволюции По размерам Могут быть Почему бы И нет То То есть Гиганты На мой Взгляд Эволюция Никоим Образом Не Не Опровергает И не Заставляет Доверяться Теории Блаватской Тем Более Что По Легендам И преданиям Любые Возьмите Кавказские Особенно Нам Известно Там Мадыгейские То же Самое Говорят Там Легенды Других Стран Там В Азии В Африке Что Когда Начинают Горить Про Гигантов Часто Упоминают Параллельно Про Карликов И Говорят Что Карлики Были Умные А Гиганты Были Тупые Безмозглые Ну Если Тупые Безмозглые То Как Говорить О Высокоразвитой Цивилизации То есть Это Опять-таки Совершенно Разные Вопросы Которые Надо Отделять И Одно В пользу Другого Совершенно Не Говорит Ничего Вот Собственно Белов Немножко Модифицировал Даже Не столько Блаватскую Сколько Кремо Известный Автор Вот Неизвестные Истории Человечества Которые Вместе С Томпсоном Вот Они Массу Книг Написали Пропагандируют Как раз Человечество Возрастом В миллионы Лет То Что Сейчас Собственно Говорят Кришнаиты И И же С ними Аналогичные Религии Собственно Кремом Кришнаит Аналогичное Течение Все Это Дело Пропагандируют Он Сохраняет Прием Блаватского Он Говорит О Нематериальных Расах Человечества Но Это Как С моей точки зрения Физика Есть Такая вещь Что Если Какая-то Штука В природе Существует Вообще В принципе Это Возможно То Мы Как-то Это Должны Наблюдать Если Есть Какие-то Полуматериальные Существа Значит Мы Должны Фиксировать Не Обязательно Это Люди Полудеревья Например Принцип Должен Бы Всеобъемлющим Если Этого Нет Тогда Мы Вот Этих Промежуточные Стадии Можем Отбросить Когда Он Говорит О Нематериальных Расах Все Его Доказательства Сводятся К тому Что Он Объясняет Реальное Существование Души И Посмертного Существования Человека Ну Как Бо Я Тоже Не Возражаю Против Этого Но Это Не Имеет Никакого Отношения К Теории Блаватской То Можно Признавать Там У меня Будет Последний Доклад Физика Духа Разбор Нематериальных Сущностей С точки зрения Физики Но Причем Здесь Предыдущая Раса Одно Другого Не доказывает Пусть Есть свидетельство Существования Души Реального Ну Хорошо Ладно Я не против Бехтерева Была не против Хотя Возглавлял Институт Музга Есть Посмертное Существование Души Прекрасно Если Так Есть Только За И Поддерживает Идею Но Причем Раса Миллионов Лет Возраст Одно Из Другого Не Следует Значит Но Кремо Делает Такую Вещь Он Вместе С Томпсоном Собирал Кучу Информации По Артефактам Которые Уверяется Что Это Как раз Имеет Возраст Сотни Тысяч Миллионы Лет И так Далее И Артефакт Это Действительно Артефакты Это Не Просто Геологические Объекты Это Действительно Объекты Могли быть созданы Только Сознательными Существами Но Конечно Прием Здесь Еще Заключается Ошибка Он С помощью Материальных Артефактов Пытается Доказать Существование Нематериальных Раз Человечества Что Уже В общем Как-то Так Он Этот Вопрос Просто Обходит Он Говорит Что А Вот Человечество Существовало Миллионы Лет И Все Вот Как-то Где-то Дегравировало Где-то Опять Развивался Это Его Совершенно Не Интересует Но Вот Он Широко Известен В мире Многие Наверняка Видели Его Там Книги Читали Или Фильмы Видели Даже Много Чего Выпускает Честно Говоря Вот Когда Мы С ним Пересеклись На Каком-то Мероприятии Космопоиска Они Договорились Он Приезжал В Москву Кришнаи Там Лекции Читал Человек Мне Не Подравился Чисто Субъективно Нежелание Кого-либо Слушать В принципе Что-либо Обсуждать И На определенном Этапе Мне на вопрос Честно Ответил Меня Не интересует На что Указывают Ваши Факты Потому что В источниках Написано Что потоп Произошел 200 тысяч Лет Назад Ну Значит Он был 200 тысяч Лет Назад Все И Все Факты Он готов Подгонять Просто Под То Что Написано В учении Ублават С Временными Тибетскими Учениями Ну Собственно Тибетских Учений Он Идет Он Просто Занимается Откровенной Подгонкой Ну Это Как бы Чисто Об объективности Автора Да Но Материальные Артефакты Есть Материальные Артефакты С ними Надо Разбираться Раз Они Упоминаются Значит Надо Что-то С ними Делать Первый Момент Когда Читаешь Эту Книжку Я Не знаю Кто Читал Можете Вот Что Меня Первое Поразило Это Обилие Ссылок На Вот Всякую Желтую Прессу То есть Какая-то Газета В какой-то Момент Что-то Описала Потом Эта Штука Куда-то Потерялась И Больше Все Ну Это Называется Ну Пойдите У нас Купите Там На Бульваре Там Опять же Целую Стопку Желтой Прессы Там Такой Фантастики Насчитаешься Можно Опираться На Такие Факты Да Нельзя Это Даже Не Факты Очень Много Ссылок То есть Скажем Так Где-то Если Брать Процентном Отношении Но Три Четверти Минимум Если Не Больше Идут Ссылки На Публикации Конца 19 Начала 20 Века Но Если Вы Пишите Уже Там Скажем Когда Это Было Написано 70 80 Годы Первый Вариант Книжки Вышли Находки Почему Основная Масса Именно Таких Старых Да Потому Что Они Типа Потерялись Они Типа Давно Были Давно Найдены И То Ли Сели В частной Коллекции То Ли Уничтожили То Ли Опять Землю Закопали Вот Но В любом Случа Это Ссылка На Материалы Которые Нельзя Проверить То Артефактов Реальных Нет Есть Просто Ссылки На Возле Подъезда И Что Обсуждать Вот Но Собственно Утеряны И Но Среди Вот Этого Всего Мусора Там Процентов 15-20 Действительно Те вещи Которые Имеют Зарисовки Имеют Фотографии Имеют Какие Описания И так Далее Ну И Плюс В Дополнении Кремо Помимо Того Что У него С Томпсоном Описано Еще Есть Какое То Количество На Которые Ссылается В Интернете Люди Старательно Пытающиеся Доказать Несостоятельность Теории Дарвина Креационисты Там Собирают Какие-то Вещи Которые Доказывают Что Люди Динозавры Жили Вместе Соответственно Те Кто Не Хочет Трактовать Это Как Слепое Следование Библии Ограничивающей Существование Земли Всего Там Десятком Тысяч Лет Значит Они Горят Как бы Вот Такие Всякие Находки Я Просто Задался В свое Время Проанализировать Целью В общем Оказалось Что Там В общем Особо Не так Как много Кажется Во вторых Они Как-то Хорошо Подразделяется На целый Ряд Групп Которые Можно Вот так Вот Разделить Значит Первая Группа Это Ошибочная Трактовка Находок Как Артефактов То Вещи Вроде Похожи Но Я дальше Буду Конкретные Примеры Приводить Вещь Похожа На то Что Она Была Сделана Человеком А на самом Деле Это Просто Природное Образование Там Например Есть Целая Группа Находки В каменном Угле Это Стопроцентно Археологически В смысле Артефакты Найдены В каменном Угле По Господствующей Теории Каменноугольный Период Был 300 Миллионов Лет Назад Казалось бы Куда Уже Более Неизыблемые Доказательства Ну Вот Такая Категория Есть Есть Находки С неправомерной Датировкой Находки Связаны С потопной Катастрофой И Ошибочная Трактовка Действительных Артефактов Но Больше Она Своится К Сочетанию Людей С Динозаврами Я Не буду Сейчас Подробно Останавливаться Я Пойду По Конкретным Вещам Чтобы Было Понятно О чем Идет Речь Значит Вот Вещь Которая Появилась На сайте Креационистов Как Раз Якобы След Человека Вот Он Вертикально Расположенный Да И На него Наступил Горизонтально Здесь Трехлапый Динозавр Появилось Это Просто Как С Хорошими Фотографиями Со всем Вот Как раз Там В 2008 Году Это Сайт Он Так Собственно Музея Как такового Его Вряд ли Можно Назвать Чисто Липовая Контора Креационистская Но Сайт У них Есть Вот Это Все Что Вот Он Был Кусок Найден Причем Сначала Они Нашли Интересный Камень Себе Забрали Потом Лежал У человека Несколько лет Вдруг Он Там Сломал Сей ногу Поэтому Понадобились Деньги На лечение И вдруг Через Какое-то Время Он Посмотрел Очередной Раз На этот Камень И Обнаружил Вот Этот След До Этого Он Не Видел Вот Но Реально Там Даже Сторонники Потом В конце Концов Вот В 2010 Году Собственно Два Года Хватило И Вслед И Все Этой Ерунды Сказать Что Это Просто Откровенная Подделка И Они Из Информацию Просто Сняли Потому Что Появились Претензии Ну Мало Что Здесь Мультяшная Нога Какая-то Непонятная Вот Во-вторых Там Самое главное Что Появились Претензии К следу Динозавра Что Они Явно Там Совершенно Не Соответствуют С Точке Зрения Там Просто Положение Стопы Там И Далее То И Все Это Сравнилось С Конкретным Известным Видом Которого Осталось Рядом Много Следов И Он Совершенно Там Мед Просто Колоссальное Количество Различий Вот Ну Здесь Как Обстоятельства Так Здесь Я Гришу Даже Сторонники Сначала Те Кто Придерживался Этой Версии Что Это Нормальный Там Действительно След Человек Вот Отпечаток Сандалии В Глинистом Сланце Глинистый Сланец Датируется Вот Таким Возрастом 500-600 Миллионов Лет Штат Юта Ну Вот Я Сколько Не Лазил Вот Кроме Такой Плохонькой Черно-белой Фотографии Всей Размытой Спекселизации Жуткой Ничего Нигде Нет Ну Казалось Ну Ребята У вас Такая Сенсационная Находка Да Почему Не Сделать Нормальных Качественных Фотографий Не Про Сейчас Макросъемку Пожалуйста Ты хочешь Под микроскоп Засунь Да Посмотри Там Мельчайшие Детали Нигде Ничего Нет Сразу Возникает Сомнение Но С другой Стороны Что Такое Сланец Сланец По плоскостям Прекрасно Разламывается Расщепляется Образование Каких-то Там Округлых Форм Ну Ради Бога Честно Разломился Так Кусок Камни Разломился То Сказать Что Это Действительно Сандалии Какой-то Печаток Почему Вот это Как бы Вещь Которую Очень-очень Многие Считают Что Действительно Так Называется Окаменевшим Пальцем В Канаде В Канаде Датируется Ну То есть Надя В породах 100 миллионов Лет возрастом Ну Палец Конкретный Палец Прекрасный Палец Все Даже Вот фотографии Среза Распилили Специально Посмотрели Под микроскопом Сказали Ну Как же Пористая Пористая Это же Кость Значит Все Тут Отличается Даже Простой Вопрос Хорошо Если Палец Просто Взял Попал В такие Условия Что Он Действительно Сразу Окаменел Чтобы Сохранить Форму Пальца Так Как Она Есть Соответственно У нее Должны Сохраниться И Структуры Которые Действительно Показывают Мягкую Ткань Она Резко Отличается От Кости Да То есть Вот Здесь На этой Фотографии Должны Быть Совершенно Два Разных Поля По Цвету По Всему По Фактуре А Здесь Все Типа Заполняет Кость Ну Типа Как Мумия Мумифицированный Палец Выглядит Совсем По Другому Там Он Не Такой Не Сохраняет Форму Либо Так Либо Так Ну И Реально Как О том Что Это Якобы Похоже На Костную Структуру Кричат Только Те Кто Там Кричит Что Да 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 Куча Скептиков Против Но При Этом Есть Ископаемые Останки Которые Иногда Называют Чертовым Пальцем Вот Они Продаются В интернете Там Десятками Сотнями Сколько Хотите Да Вот Это Предки Кальмаров Белемниты Жили В свое Время Кальмары Сейчас Вообще Все Собственно Мягкие А у них Вот В этой Части Туловище Были Вот Такие Вот Скажем Так Типа Внутреннего Такого Чехла Который Защищал Там Более Важные Органы Ну И Когда Он Собственно Горя Не Похоже На Пальцы Будет Небольшой Скол Мы Получим Что Типа Ногтя Вот Вот И Все То Есть Это Находка В принципе Может Объясняться Принципиально Совершенно По-другому Не Надо Выдумывать Человечесе Миллион Там Сто Миллионов Лет Возраст Всякие Шары Которые Встречаются В природе Шарики Да Такой Неубиенный Вроде Аргумент Но Скажем Шары Встречаются Двух Принципиально Разных Видов Это То Что Очень Много Всяких Осадочных Пород Они Находятся И в Арктике Кто там Про Арктику Спрашивал Значит Очень Много Там Скажем В Латинской Америке Они Коста-Рики Да Они На самом деле Встречаются Везде Потому Что По Большой Вот Совершенно Простая Физическая Причина Форма Шара Это Самая Простая И удобная Форма Когда Мы Имеем Дело Ну Скажем Так С Какими Равномерными Процессами Да Форма Шара Почему Шарик У нас Круглый Именно Имеет Форму Шара Воздушный Да Потому Что Так Действуют Физические Работы Да Есть У геологов Скажем Объяснение Образование Шарообразной Формы Для Ну Там Разли Именно Остадочные Породы Остадочные Породы Действительно Иногда Вот так Вот Собирается Образуется Шар Ничего Здесь Скажем Так Основание Для того Чтобы Говорить Что Все Эти Шары Которые В Огромнейшем Количество Встречаются Вот Так И валяется Везде Где Угодно Что Это Делали Какие То Люди И Зачем Они Это Делали Тоже Непонятно Но В общем Есть Нормальное Объяснение Геологическое Вот Таким Структурам Гораздо Сложнее С Металлическими Шариками То Есть Ну Не Металлические А Полуметаллические Там Соединение Металлов С Разными Другими Веществами Особенно Когда С Теперь Берем Такой Процесс Представьте Себе Магму Расплавленную В недрах Она же Неоднородна В ней Масса Всяких Веществ Да Какие-то Чуть Плотнее Какие-то Чуть Менее Плотные У нас Начинает Работать Закон Архимеда Все что Легко Поднимается Вверх Все что Тяжелее Опускается Вниз Как Воздушные Шарики Пузырьки Почему форма шарика Да потому что Законное давление Мы получаем шарик Расплавленный Который Начинает Подниматься Да Он просто шарик Капля Более легкая капля Тоже в жидкости Ну Грубо говоря Смешайте бензин и воду Да Вы получите те же самые Капли Которые у вас начнут Бензин и подниматься Вверх Они будут действительно Каплями Круглыми А теперь он начинает Застывать Он попадает в зону Более низких температур Как он начинает застывать Он начинает застывать Снаружи Прежде всего Где более холодное пространство Снаружи образуется Грубо говоря Теннисный шарик Да Пленка сверху Жесткая Но он проходит Определенную стадию Когда Он еще не совсем Весь застыл Вот эта вот корочка Грубо говоря Скорлупа Да В этот момент На него начинают Какие-то воздействия Происходить И вдоль оси воздействия Он может Испытать такую нагрузку Что произойдет Так называемое Прощелкивание Есть такой Термин В теории упругости В сопромате И так далее Вот он колеблется Еще в полузастывшем состоянии Например Пошли силы Работать на растяжение Мы получим Вот такую вот ерунду Когда он полузастывший Начинает чуть-чуть тянуться Как вам сказать Вот Очень похоже Когда вы Надкусываете риску Начинаете ее растаскивать В разные стороны Да Вот эта вот Вязкая там Внутри Она как раз И будет образовывать Такое углубление И образуется Это углубление Как раз Строго в плоскости Перпендикулярно Этой нагрузке Может образоваться И три Это более уникальный вариант Но что интересно Что если мы Понимаем Что три полоски Гораздо реже Образуется Чем одна В соотношении Найденных Вот такой найден один Таких несколько десятков Но что еще интересно На что не обращают Внимание Когда у вас Такая скорлупа На жидком ядре Если вдруг У вас Значит Произошел Перепад давления Внутри Достаточно серьезный У вас Снаружи Давление Может Начать Проминать Эту скорлупу И в слабом месте Она Прощелкнет внутрь Она не порвется Снаружи Она вот Как шарик теннисный Раз И ушел внутрь Вот вы нажали пальцем Ушел туда Вот оно Вот эта вот штука Кремон не обращает Внимание Но это абсолютно Четко Вот стадия Такого процесса То есть процесс Достаточно Сложный С точки зрения Представления Как это происходило С точки зрения Физики Элементарнейший Процесс Происходит это Происходит Расплав Всегда выходит Какими-то включениями Вот Там Всякие интрузии И так далее И тому подобное То есть Если мы возьмем Реальные Магматические породы Там всегда Вот эти твердые Вкрапления Вот эти вот Что ты говорил Да Заподлицо Стюсана Это все то же самое Потому что Неоднородный состав Он естественно Будет застывать По-разному В разных местах Разные температуры Плавления То есть Есть вполне Простое объяснение Без того Чтобы придумывать Людей Возрастом Почти 3 миллиарда лет Когда По той же самой Шкале Вообще Существовали В лучшем случае Одноклеточные Находки В каменном угле Здесь все находки Сметаются Одним единственным Махом Значит Вот находки Действительно серьезные Есть фотографии Пожалуйста Вот Только правда Два предмета Я нашел фотографии Остальное все Описание Типа золотых цепочек В каменном угле Типа даже Каменная кладка Найдена Там какая-то Ну что Получается 300 миллионов лет назад Уже Сооружение строили Заявка Очень серьезная Вот Но фотографии Реальных я нашел Вот только Вот колокольчик И вот Такая Получаша Полусосуд Может быть Такого Для жидкости Там Разливать Но есть Есть предметы Очень Нельзя сказать Что они там Естественным образом Сформировались Этого никак не скажешь Да То есть Конкретно Кто-то сделал Но тут Проблема в другом Здесь проблема В том Что Откуда берется Возраст каменного угля А Придумывается по теории Что все это дело Каменный уголь Образовался Из деревьев Которые Расливками На угольный период Вот они там Упали Отложились Потом Испрессовывались Я не буду Выдаваться в детали Это у меня в книгах Описано Там По По земле Там По Еще и Отдельной статье Как раз На эту тему Значит Так называемая Биогенная теория Которая я сейчас Веду речь Да То есть Происхождение Из органических Остатков Претензии Были с самого начала По нефти Точно Там Ученый мир Сразу разделился С каменным углем Сложнее Потому что Ну как Отпечатки растений В каменном угле Да Вот Как ты скажешь Ну действительно Биологическое Но хотя Если смотреть Химический состав Каменный уголь В котором Серы Меньше 2% 2% Это считается Очень качественной Каменный уголь Вы представьте Живой организм С двумя Процентами Серы Сера для нас Это яд Для растений Тоже Будь здоров В растениях Сера закупоривает Каналы По которым Течет сок А содержание Серы В каменном угле Это бешеная Проблема Для тех Кто добывает Каменный уголь Для теплостанций Потому что Там Значит Вся эта Сера Она забивается Собственно говоря Эта сера Преобразуется В итоге Идет Каменный уголь Сернистый Колчедан То есть Они сопровождают Друг друга Там фактически Периодически Влетает Серную кислоту Когда начинается В этих процессах Сталкиваться Это какое количество Вообще сер Откуда оно взялось Про это Просто молчат Те кто там Занимается Теориями О том Как произошел Каменный уголь И как его датировать А с точки зрения Химии Я говорю Что реально Это не бьется Просто те люди Которые добывают Каменный уголь Да им Наплевать Каким возрастом Его датируют И какая геология Собственно говоря Вот Но Здесь вот Есть человек Один из авторов книги Сергей Дегонский У меня сам Как-то нашел Говорит Вот на тебе книжку На вот Почитай Они С его покойным Уже с автором Выпустили ее В свое время Знаете Неизвестный водород Который он обобщил Исследование Совершенно Разных направлений Они В общем Пришли к выводу О том Что Если мы вообще То есть Речь идет о том Что И нефть И каменный уголь Все образуется Из метана Который идет Из недр То есть Вот реакция Разложения метана CH4 Да Нами представляется И в школе нас учат Если что Он распадается На углерод В виде графита И дальше там Два атома водорода А реальный процесс Идет не так И это кстати Химики Которые с этим занимаются Они это прекрасно знают От Атома метана От молекулы метана Отщепляется сначала Один атом водорода А вот этот вот Остаточек CH3 Начинает объединяться С таким же остаточком Это энергетически Более выгодно Вот для химиков Которые там Работают с реакциями Они знают прекрасно Есть энергетический Баланс реакции Там где энергетический Вот реакция идет По тому пути Если есть несколько вариантов По тому пути По которому Более энергетически выгодно Он более энергетически Выгодно Соединение вот этих остатков В итоге образуются Сложные углеводороды А графит при этом Образуется Бензольные кольца То есть если мы возьмем Чисто как нам говорят Углерод соединился Валентность соответственно Углерода 4 Основная Нам должны рисовать Нам в школе рисовали Вот такую квадратную сеточку По углероду Графит Да вот слоями он идет А реально под микроскопом Это бензольные кольца Это остатки бензольных колец В которых не осталось водорода То есть это Углерод оказывается Предельно вообще углеводородом В этой цепочке И это реакции Для получения Вот это изделие Это пералитический графит Называется Лепят уже давно Несколько десятков лет Технологии получения Из метана Но По ходу всех этих исследований Работать с этим Пералитическим графитом Когда появлялся брак Ну получили Хотели детали получить Получали там Отрабатывали технологии Получался брак А брак такой Растение Просто-напросто Образуется как бы растение Из метана И на самом деле Это процесс Очень простой Это тот же самый процесс Там задействована Реакция Газофазного охлаждения Это называется Когда у вас Горячий газ Попадает В холодное окружение Это та же самая ситуация Когда пара у вас Попадает на морозное стекло Все Морозное стекло Вы там найдете Сколько угодно Там В свое время Там еще Академики К этому тоже Шутили над этим Что один другому Сунул фотографию С морозного стекла И попросил Деентифицировать растение То сразу же сказал Что это чертополох Здесь Как бы Здесь мы имеем То же самое То есть реально Я вообще не знаю На чем С чем работают Палеоботаники Когда говорят О каменном угле Что они там Потому что Вот в той книге Ну собственно Он мне дал Дегонский Дал кучу материалов Кучу еще дополнительных фотографий Там Даже в этой книге Приводится Даже В фотографии Что-то типа Спора образуется Такие вот Полые кружочки Ну споры Их там Палеоботаники Скажут Споры И линтифицируют С чем-то А все эти растения Они сами придумали Они их как-то Классифицировали Вот эти растительные формы И говорят Это относится Вот к этому Это относится К этому Они работают Ни с чем То что в природе Не существовало Потому что Вот веточки Вот эти вот Веточки Вот здесь вообще Просто целый Буйные заросли Вот это лист Они там Спилы дерева Получали Уши получали Извините Мужские члены Получали Фотографию Он мне присылал То есть Ну это Фантастические вещи Просто лезут Близко к нормальному Но они там С большими Там Там вообще Технология Они там При обычных давлениях Алмаза получались Из зазметана Да Да Алмазная крошка Никаких давлений Не нужны Это абсолютно Те же самые процессы Почему эти работы Не пускают Потому что Там Совершенно Там Очень сильные Монополии И это все идет Вот Как бы Это все сопровождающие вещи Исследования там Частично открыты Частично закрыты То есть Там Получение Тугоплавких металлов При температурах Там В 3-4 раза ниже Чем обычно То есть Там серьезная Научная работа Там фундаментальный труд Монографии Выпущены Куча там Работ Куча людей Занимается этим направлением Просто Не сильно афишируется Вот Но Что для меня важно Да То что Пожалуйста Растительная форма Получается Просто в банальной Химической реакции А соответственно Тогда получается Что если Если этот процесс Происходит из метана Метан прет из недр Как У нас Сопланет у нас С метаном Да Я не беру Не буду сейчас Обсуждать Откуда он взялся Для меня это очевидно Но Значит Тогда Если Мы имеем дело С газом Который должен Куда-то попасть Где резко охладиться Он В полости земли Уже В какую-то полость Заходит Там резко Охлаждается Пошло Образование Каменного угля Это не пласт Сверху Отслаивался 300 миллионов лет назад Это уже Была куча Пластов Под которые Подошел Этот метан И там Отложился Отложился в пластах 300 миллионов лет А над ним Еще было Прорвок И произойти Соответственно Это могло Да хоть Вчера Реально Процессы Выделения метана Из На шахтах Это не Каменный уголь Разлагается Это Прет тот метан Из которого Образуется Каменный уголь Вот Что у нас На шахтах Постоянно Взрывается И Тогда Понятно Что если Скорость Если Время Образования Может быть Каким угодно Мы этим Объясняем И золотые цепочки Которые туда попадают И колокольчики И чашки И каменную кладку Это просто Эти Пласты Образовались Вообще Несколько тысяч Лет назад То что Нефть Образуется До сих пор Это Нефтяники Подтверждают Реакции Те же самые Только Образуются Не каменный Уголь А Жидкие Углеводороды Все Скважины Которые Считались Бесперспективными Закупоривают В Грозном Два раза Раскупоривали Скважины Которые Считались Исчерпанными За 20 век Вот Темпы Это просто Темпы Какие есть В течение Одного столетия Дважды Пополнялись Запасы Соответственно Каменный Уголь Почему бы Нет Почему бы Не оказаться Стенки Кладки Которые Там 2-3 тысячи Лет Но 2-3 тысячи Лет А не 300 миллионов Можно дальше Разбираться С качеством Этих Изделий Ну Они там Скажем Не выглядят Они там На высоко Развитую Цивилизацию Особо сильно Но Нашего уровня Цивилизации Ради бога Так почему бы Нет Ну 2000 лет Назад Такие Вещи Делали То есть Там Сразу Целая Группа Вся Выкидывается Всех Какие Есть В каменном угле Все Можно списывать Потому что Это просто Ошибочное Датирование По породу В которой Вы нашли Только лишь Вот металлические Трубы К сожалению Только за рисунок Я очень Искал Твою фотографию То что Ты мне присылал С Римского музея Труб Такого же Прямоугольного Сечения Там Они красивее Выглядят Чем на этом Рисунке Но что-то не нашел К сожалению Но скидывал Да Но я где-то В архивы Глубоко Закопал Значит Найдены В отложениях Меловых Которые Считают Больше 65 Миллионов лет Но К сожалению Не приводятся Никакие детали То есть Это просто Найдено Дальше Люди пишут Что вот Найдено В меловых Отложениях И все Но это Профиль Почему я Вспомнил Про эти Трубы Это Очень часто Такого профиля Трубы Делали В Древнем Риме Ну а дальше Чем делаем С трубами Мы их Закапываем В землю Для водопровода Для всего Чего угодно Но взяли Закопали В меловые Отложения Мел Он хорошо Течет Там Прошли Осадки И все Это Дело Спрессовалось И сложилось Тогда Причем Здесь Сами Трубы Почему Мы должны Датировать 65 миллионами лет Никаких Оснований То есть Это Вот Как раз Я здесь написал Отсутствие Учета данных По геологическому Контексту То есть Там не Описано Отличается Лимел Который Прямо Примыкает Непосредственно К трубе От того Который Там В полуметре Дальше То есть Это Уже Просто Некорректно Проинтерпретированы Некорректно Вынутые Артефакты Некорректно Проинтерпретированы Ну Это Истерия Как мы Докопаемся До мировых Отложений Закопаем Потом Пройдет Какое-то Время Раскопает Будут кричать Что это Тоже Сделали Не мы А сделали Там 65 миллионов Лет Назад Статуэтка Которая Была Глиняна Фигурка Из Айдаха Которая Кремо Заявляет Что ей Больше Миллиона Лет Есть Фотографии Ее Вот Это Размер Монеты Вот Кремо Там Говорит Что Ой Это Таких Фигурок Вообще Больше Нигде Не Вот Она Единственная Экземпляра Именно Такая Вот Такого Барахла Торговцы Древностями Там Предлагали Немеренное Количество В Мексике Совершенно Разнообразные Фигурки Там Торговали Там По 10 Горстями Приносили Просто Я не знаю Почему он Их Не видел Аналогов Но Вот Это Абсолютно Четко Из глины Примитивно Сделанные Такие Вещи Но Значит Миллион лет Это все-таки Не вот Эти Подделки Допустим Тысячу лет И так Дали Однако Описание Которое Приводится Откуда Ее достали Ее достали Из скважины При бурении Вот И там Описывается Что Сначала Шла почва Потом Они Прошли Слой Базальта Потом Были Глины И плавуны Вот Потом Опять Пошла Почва Какая-то Типа Дренних Отложений И Потом Уже Пошел Песок Ну Где-то В этой Почве Ее Якобы Нашли Ну Я Прикидываю Хорошо Давайте Представим Ся картину Единственное Бурение Точка Прошли Что Вокруг Мы Не знаем Какую Там Порода Порода Вертикально Меняется Так Ну Давайте Представим Пещеру Которых Там Полно В этом Регионе Все В пещерах Да В которой Какое-то Время Обитали Люди Вот Она Почва С Этой Статуэткой Дальше Прошел Сильный Дождь Залило Плывунами С Глиной Ну Да Пещера Находилась В базальтовых Породах Мы Можем Связать Возраст Этой Статуэтки Именно С возрастом Вот Этого Песка Или Если бы Вокруг Пробурили Нашли бы Еще Чего-то Там Выяснили бы Что это Не пещера Действительно Там Целый Слой Тогда Понятно Ну Я говорю Что Вот Здесь Айдаха Но Рядом Мексика Вот Эта Фотография Сделана В Мексике Там Эти Пещера Вообще В каждой Горушке Остадочная Порода Очень Хорошо Промывается Грунтовыми Водами Постоянно Жили В каких-то Пещерах Ну Прекрасно Замечательно То есть Здесь Идет Ошибочный Перенос Датировок С породы На Вещь Которая Где-то Найдена Ну Вот Ну Где-то Там Найдена Дальше У Кремо Это Конечно Не имеет Там Отношения Скажем К высоко Развитому Вообще Человечество Но В любом Случа Оно Противоречит То есть Картине Которую Рисуют Историки Я готов Согласиться Что Там Могла бы Быть Стоянка 200 тысяч Лет В Америке Хотя Там Категорически Историки Отвергают Считаешь Что Не 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 15 Ну Максимум 25 тысяч Лет Сейчас Называется Заселение Америки Я Не думаю Думаю Что Там Есть Действительно Факты Достаточно Древние Но Там Целый Ряд Находок Значит Связан Вот С чем Вот Дает Называет 200 тысяч Лет Получено Урановым Методом Поизмерять Он Тильно Измеряет Значит Вот Цепочка Разложения Урана На чем Основан Этот метод Вот Был Когда-то Радиоактивный Уран Который Распался Остался Свинец Вот Беру Содержание Урана Беру Содержание Изотопов Разного Свинца Там Разные Есть То По разным Изотопам Свинца Берут Количество То По Соотношению С ураном Я Не буду Вдаваться В детали Там Даже Технических Тонкостей Много Ну Собственно По этим Соотношениям Типа Определяется Возраст Определяется Он Как Ну Соответственно За счет Вот Этой Прежде Все Реакции Реакции Распада Урана Период Его Полураспада 710 Миллионов Лет А Теперь Мы Возьмем Просто Вот Это График Он Показывает Содержание Разных Изотопов Свинца В Коренных Отложениях В Одних И тех Же Породах Вот Грубо Говоря Там Извергнулись Породы Вот На Одном Поле Вот Для Каждого Поля Вот Такая Вот Область Выделена Содержание Изотопов В рамках Одного Поля Колеблется Процент Иногда 2-3 Процента Это Естественная Вариация Я же Говорю Породы Все Неоднородны 1-2 Процент Вот Этих Колебаний При Периоде Полураспада 710 Миллионов Лет Сколько Составит 7 Миллионов Лет То есть Датировка В 200 Тысяч Лет Вы Попадаете Вообще Просто В погрешность Ну Элементарнейшим Образом В физике Существует Непреложенное Правило Нельзя Считать Установленным Какую-то Величину Если Она Меньше Погрешности Вопрос Банальный Как Можно Говорить О Датировании 200 Тысяч Лет Если У вас Погрешность 7 Миллионов Лет На самом деле У нас Вся История Человечества Влезает В эту Погрешность Применение Вот Этого Метода И Палеонтологами И Антропологами Это Вообще Неправомерная Вещь Ну Вот Точно Так Ж Он Муссирует Например Вирджини Син Макентайр Вот Эту Барышню Которая Там Нашла Каменное Орудие В Мексике Как Назов Заявляется Возрастом 250 тысяч лет И Перечисляется Четыре Метода И Там Тоже Тефрогидратационный Метод Это Вообще Вот Из пальцев Высасываем Это По Отложению Разных Солей Это Настолько Зависит От Условий Что Можно Получить Разброс Возраста Там На 100 Порядков Отличающийся По Геологической Эрозии Ну Извините В Тюанако Да В Боливии Стоит блок Древний Да Древний блок Не спорю Вот он Торчит На половине Земли То что Археологи Раскопали Вот Торчал Да Вот В идеальнейшем Состоянии Как будто Вчера Только Вышел Заводского Конвейера Сверху Ты видишь Эти тысячи лет То есть Вот Разница В условиях Хранения То что Было На воздухе То подверглось Эрозии То что Было Под землей То сохранялось Поэтому Говорить По геологической Эрозии Что-то Это вообще Просто Ну Некорректно Урановый метод Я только что Сказал Да На основе Анализа следов Ядерного распада И это Я вообще Не понимаю О чем речь Либо урановый метод Либо радиоуглеродный Значит Там есть Калийаргоновый Еще используется Но калийаргоновый Извините Есть такая вещь Когда идет Реакция распада Там Образуется Аргон Собственно Которые измеряют Его содержание По количеству содержания Этого аргона И датируется Но аргон Это газ Ладно Им датируют Скажем Магматические породы Он попал В твердую породу И вот там Радиоактивные калии Распадаются С образованием аргона Ладно Из камня Никуда не выйдет Из плотного Но когда речь идет О датировании Вокруг же Этого Этих орудий Были И найдены Они Не в магматических Породах А в осадочных В осадочных породах Они все дырявые Пористые Там аргон Никак не держится Этот метод Просто нельзя применять Радиоуглеродный анализ Да не работает Он на таких возрастах Там Собственно Уже от радиоуглерода Ничего не должно остаться Там Самые смелые На мой взгляд Даже безответственные Люди Которые пытаются Радиоуглеродный метод Применять И то рискуют Заявлять О 50 тысячах лет Хотя на мой взгляд Это уже не право А здесь В 5 раз больше Так что Здесь речь идет о том Что Люди Некорректно Применяют Методы Не понимая Физической основы Этих методов То есть Они берут технологию Получают Какой-то результат А то Что эту технологию Нельзя применять В данных условиях Этого они просто Не знают И получают Вот такую вот ерунду Значит У нас запланирован Доклад Андрея Кузнецова Вот он на фотографии Поэтому Вот это Так оно и Датируется Тогда же они и были сделаны Андрей Привозил несколько образцов Мы их отвезли В Ферстман Мы хотели вообще посмотреть Что это за материал За структура А он рассыпается В руках Вот так Берешь Этот туф Просто Растираешь Порошок Миллион лет Такая бы штука Бы простояла На открытом воздухе И сохранив Вот такие вот следы Совершенно четкие Никакие не оплывшие Ничего Да понятное дело Что нет То есть человек А между прочим Вроде бы Кандидат Геологических наук И несет вот Такую вот вещь Да Совершенно Ну нравится ему версия Он начинает просто Банально Некие факты Подгонять По своей теории Вот Есть вещь Я здесь не стал Изображать Поскольку это Только на рассказах На рассказах Основано Значит Но Неоднократно Это приходилось Слышать И встречать Там в описании Их литературе В Южной Америке Нам рассказывал Археолог один Что находили Кости человека В перемешку С костями динозавров И даже иногда Кости человека Ниже костей динозавров Вот Но если На Южной Америке Прошел Вот Во время Потопной катастрофы Цунами То это все дело Верхний слой Перемолол Просто неизбежно Посмотрите Как волна отходит Укло берега Что она с собой несет Она вот так вот Все это дело Заворачивала Понятное дело Что Вот Я просто В свое время Залез в гугл Посмотрел Просто на район Хотел линии Наска Посмотреть Но когда посмотрел Вот это вот Вот это все Вот здесь фронт Тысячи километров Вот на этом фронте Вот Идут Следы застывших потоков Естественно Там вот так вот Все слои То есть там Нельзя применять Стратеграфический метод Для датировок И то Что оказались кости Вместе Ну оказались Вот Их там перемешало То есть они изменили Своё первоначальное положение Поэтому говорить О том Что Как нам этот археолог Интерпретил Что динозавры жили Одиннадцать тысяч лет назад Еще Там двенадцать с половиной Или что Люди жили там Во времена этих динозавров Много миллионов лет назад Это нельзя То есть если мы учитываем Вот эти вот штуки У нас на самом деле Много находок Очень много находок На самом деле По стратеграфии Нельзя Потому что Если мы возьмем Поступную катастрофу Очень много регионов Накрыло Вот Типа цунами Там естественно Все это вот так вот И естественно Все датировки Просто летят По этому методу Нужно использовать Другие Другие способы Но их нет Собственно Я уже перешел Вот к теме людей Динозавры Есть целая там Категория людей Определенный круг Который считает Что вот Если есть Статуэтки Вакамбара Или Изображение На камнях Ики То это означает Они действительно Очень живые Очень информативные И то что я говорил Сегодня уже Что очень реалистичны Мало тоже реалистичны Еще и там Палеонтологи Какие-то видны Какие-то Могут для себя Заключения делать Но это же Не обязательно Что люди Которые Все это дело Изготавливали Что они видели Динозавров И жили Одновременно с ними Я говорю Зайдите в любой Детский магазин Практически в любой Сейчас И посмотрите Среди игрушек Вы найдете Изображение Динозавров И они будут Очень реалистичны Но это же Не значит Что мы живем Вместе с динозаврами Речь идет о том Что мы знаем О том Что динозавры Так выглядели А для того Чтобы знать Не обязательно Жить вместе С ними Ну хорошо Там Древние Мексиканцы Или древние Перуанцы Если мы о людях Говорим Они естественно Не занимались Палеонтологией То есть Была комическая Ситуация Когда Андрей Жуков Спровоцировал Добился выставки В Дарвиновском музее В позапрошлом году Камнияки Вот И один Палеонтолог Выступает Но они Пошли на такую Крамову Вот выставили камни Которые мы там Попритаскали Это в свое время С поездки Андрей там С нескольких поездок Вот Пять камней В итоге По-моему Было выставлено Значит И он говорил Ну На открытии Этой выставки Он говорит Не Ну понятно Что конечно Люди не жили Одновременно С динозаврами Но вот они Там типа того Что они же Находили большие кости Вот они По этим костям Составили все Представления Об этих животных Он сейчас Расписался Что он Деньги получает Ни за что Если современные Палеонтологи Тратят там Кучу средств Там Трые годы Жизни Пытаются Восстановить Как-то Вдешний облик То какие-то Примитивные Индейцы Косточку Откопали И анатомически Верные Все представления Создали Понятно Что Знания Вот этого Вот они Не должны были откуда-то получить Вопрос с кем они вообще нарисованы И к индейцам ли они имеют отношение Да Ну как бы В любом случае Вот Эти изображения И там И там Они не имеют права В смысле Их нельзя принимать В качестве основания Того Для утверждения Что люди И динозавры Жили вместе То есть Это можно найти Гораздо более Простое объяснение После всего Вот этого Отсела У меня осталось Буквально Несколько Предметов Которые Еще Как-то Вообще Что-то С ними Не до конца Понятно Да Отпечаток Башмака Из Невады Якобы Значит Ну там Вообще Цифры разнятся То 5 миллионов Лет То 200 250 Миллионов Лет Типа Кто-то Где-то Нашел Потом Датировали В виде Причем В виде Отдельного Камня От породы Вот Кстати Геологи Крайне Не любят Когда им Что-то Доставляют Какую-то Вещь И там Непонятно Откуда Он взялся Типа Он валялся Вот в таком Месте Ну валялся Ну и что Мало ли Там Откуда Он взялся Если он Не вынут Не отбит От породы От коренной Какой-то Да То Они сразу же Горят Я не могу Это никак Не датировать Ничего Если честный Человек Что называется Да Вот Ну вот Значит Вот эти Разногласия По датировке Сразу полезли И Хотя Описывается Что там Даже Вот здесь Шнуровка В смысле Как прошивал Прошита Подошва Там даже Нитки Просматриваются Ну вот Публикации Массу Я пересмотрел По этому поводу Вот лучшей Фотографии Нигде нет Ну если Вы так Отсняли Что у вас Даже Нитка Видна Ну где Фотография Это уже Публикуется Несколько Десятков Лет Ничего Лучшего Нет Значит Извините Я тогда могу Не доверять Просто обсуждением Какими нитками Прошиты И в каком Стиле Что это Похоже Там На кроссовки И того На кроссовки И того Ну какой-то Отпечаток Да Чего-то Я на этом Рисунке То ли Рисунок То ли Фотография Вообще Непонятно Называется У меня нет оснований считать это вещью Вообще Какой-то Артефактор Ну вот здесь есть ссылки По этому молотку Что Да Там конкретное место называется Я сейчас не назову Где Вот Но он датирован Типа Сто миллионов лет Аргумент такой Значит Вот эта порода Датируется Сто миллионов лет И ручка Типа У него Уже окаменела Причем Там приводится Даже химический состав Там Железо Фтор Откуда-то Ну фтор Понятно Откуда взялся Извините От моча Вот В основном Там Больше всего Железо Ну вот Типа Так вот Не проржавело Совершенно За все это время Но Мы оставим Это в стороне Смысл в том Что сразу Пошли претензии Вот по этому Куску У геологов Там Широко Используется Термин Переотложение Это осадочная порода Ну как я говорил Что Ну вот Там С тем же Мелом Да Осадочная порода Дожди прошли Все это Намыло Оно Сила Высохло И испеклось Как бы И Особенно Если это Пролежало Там Действительно Ну Несколько Десятков лет Оно так Хорошо Схватывается Если есть Какая-то Природная То это Схватывается В единый Конгломерат Вот Соответственно Дальше возникает Вопрос Почему геологи Не любят Отдельных кусков Ну он валялся Где-то в яме Потом ее залил Вот так вот Засыпал Она затвердела Потом опять Все это дело Там Начали что-то Копаться Да Вот выкопали Этот кусок Ну Вот теперь Извините Находка Давайте ее Датировать По коренной породе Вот Основание В общем нет И вот С окаменением С окаменением Проблемы Дело в том Что нам заявляется Как бы нам Представляется Дерево Каменеет Очень долгое время Извините А кто-то Это долгое время Жил Вот Чтобы утверждать Что это действительно Столько времени Вот был у нас Конкретный пример Мастабу Номер 17 Помните Кто в Египте был Да Саркофаг Там стоит И вот здесь Вот молоточек Деревянный Кто-нибудь Пробовал его поковырять Он каменный Уже Мы пытались Отщепнуть Просто кусочек Для того Чтобы попытаться На радиоглёрованное Датирование Сдать Чтобы определить Дату Не Он уже Окаменел Ну Хорошо Египтологи Датируют Это Третьей Четвёртой Династии Четвёртой Скорее Да Ну знаешь Молоток Пусть даже Вот в это время Там остается Это что У нас получается Собственно Не больше Четыре Ну четыре с половиной Тысячи лет И уже так Окаменело Почему бы Нет Значит Четыре с половиной Тысячи лет Хватает Чтобы Полностью Схватился Камень Но молоток Как-то не тянет На высочайшие Технологии Скажем Предположим Это Не такая Степень Окаменения Ну И более Подходящие Условия Ну По крайней мере Две тысячи лет Назад И уже Могли сделать В общем Ничего Соблило Не получается Тогда Ну И вот Это то Что считает Кремом Неубиенным Аргументом Есть Такие Известные Вообще Геологическое Образование Столовые Горы Понятно Значит В штатах Очень много Там В определенных Районах Когда происходит Вымывание Остаточных Порот Остается Более-менее Плотная Такая Шапочка Под ней Под ней Образуется Все Вокруг Вымыто А здесь Образуется Гора Вот И Во многих Таких Столовых Горах Добывается Золото Собственно Вот Учитывает Одну Одну Простую Вещь Значит Когда Особенно Когда Золото Ищут Это Просто У тех Людей Кто Этим Занимается У них Золото Медь И так Далее Они Знают Что Если Есть Признаки Древних Шахт То Здесь Метал Много Они Идут Прежде Все По Древним Шахтам То Есть Те Кто Здесь В 19 Веке Работал Наверняка Шли По Шахтам А Индейцы Добывали Золото Тысячу Лет Назад И Полторы Тысячи Лет Назад И Инструменты Которые Находятся Они Нормальные Инструменты Индейцев Креможи Отмечает Что Вот Такие Каменные Чаши Изготавливали В соседней Деревне Там Традиция Осталось Изготавливать И он Говорит Нет Это Не Современное Не Подбросили Ну Пусть Она Не Современная Пусть Едет Тысячи Лет Но Не 55 Миллионов То Есть Опять Ж Здесь Не Учет Одной Маленькой Детали И Все И Он Начинает Переносить Возраст Находки Возраст Породы На Находку А Шахтная Работа Вот Пожалуйста Это Шахта Древняя По добыче Золота В Грузии Ну Они Везде Есть В Южной Америке Там Датируются Шахты Вообще Там Десятками Тысяч Лет То есть Давно Добывалось Золото Понятно Могли Добывать Ну Здесь Да Конкретные Хорошие Артефакты Сомнений Нет Что Это Артефакт Вопрос В том Что Это Неправильно Датировано Ну И Все Вот Весь Итог Не Осталось Ни Одного Хоть Сколь Надежного Артефакта Вообще Ни Одного Тогда О чем Мы Можем Говорить О Каких Цивилизациях Возраст Миллионы Лет Извините Вынужден Применять Бритву Аккама Есть Более Простые Объяснения Вот Этим Всем Артефактам Продолжение следует Если мы признаем Существование Неких Богов То есть Некой Высоко Развитой Цивилизации У нас Строго Говоря Если мы Не говорим О нарушениях Законов Физики О перемещениях Во времени Ну Или Еще О чем Таком То Остается Всего Две Версии Откуда Взялись Боги Значит Это Либо Либо Земная Цивилизация Либо Инопланетная Как Греться Другого Варианта Не Дано Либо Так Либо Так Либо Наша Планета Либо Не Наша Планета Вот Что касается Инопланетной Цивилизации То там Все Предельно Просто Это Версия Из Легенды Преданий Которые Так и Говорят Что Боги Либо Пришли Со Звезд Вообще Конкретно Либо Просто Пришли С неба Вот Ну Как С неба Это Понятно Что На небе Тоже Никакой Земли Нет Значит Должна Быть Другая Планета Вот С этой Версии Понятно А Земная Версия На самом Деле Здесь Я считаю Полезно Посмотреть Именно На Истоки Потому Что Это Уже Как Б Дает Преимущество В пользу Одной Версии Если Мы Про Инопланетную Версию Про Небесное Происхождение Богов Мы Можем Опираться На Древние Легенды Предания Уходящие Вообще Корнями Очень Глубокую Грубо говоря Во времена Очевидцев То Земная Версия Оказывается Гораздо Более Короткой Впервые Вот Это Вырастает Из версии Атлантиды Которая Озвучена Только Лишь Платоном Платон Ссылается На Некую Легенду Которая Ходит В Египте Ну Возможно Она Там Где-то С кем-то И сохранялась Вот Но Он Говорит Описывает Собственно Атлантиду Которая Ну Некое Некое Государство В двух Своих Всего В двух Работах Тимея Критий Который Сам Нацелил Эти работы Больше На Представление Некого Идеального Общества С его Точки Зрения А Про Саму Историю Атлантиды У меня Очень Коротко Собственно Что Правили Этой Страной Полубоги Значит Точнее Даже Не Полубоги Цари Атлантиды Были Детьми Полубогов То есть Если Брать Хронологию Правления У нас Получается Достаточно Позднее Время По сравнению Даже С временами Правления Богов Потому что Если Вспомним Манифона Полубоги Были После Богов Соответственно Здесь Если Дети Это Ближе К временам Так Называем Героев Ну И В принципе То Что Платон Описывает Как бы Походы Завоевательные Атлантов Это Очень Похоже Опять же На Деяние Богов То есть Не Богов А Героев То есть Это Как раз Перекликание С тем Пластом Больше Мифологии Ну Здесь Какая Еще Ситуация Самый Главный Мой Аргумент Против Того Чтобы Идентифицировать Атлантиду Вот Как раз Именно С цивилизацией Богов Дело В том Что Мы Видим Следы Реально Следы Очень Высоких Технологий Которые Превышают Даже Наш Платон Описывает Атлантов Достаточно Примитивных Они У него Там Собственно Воюют С предками Древних Греков Вооруженных Копьями И Щитами И Предки Древних Греков Их Побеждают То есть Понятно Что Мы Обрасываем Фильм Аватар Как Фантастику Да Что Так Существа Вооруженные Таким Примитивным Оружием Ничего Не могут Сделать Цивилизации Способной Спокойно Прележать Континент На континент Ну Как Минимум Да Вот Поэтому Никоим Образом Это Не Подходит Версия Я Уже Не Беру Там Что Один Островок Странно Было бы От Высоко Развитой Цивилизации Ожидать Что Она Будет Ограничивать Своё Место Обитания Всего Лишь Каким Пусть Даже Континент Почему Она На других Континентах Почему Она не Обитала По всей Земле Наш Как Нет Никаких Ограничений При Таких Технологиях Ну То Здесь Масса Противоречий И Платон Явно Описывал Грубо говоря Если Атлантида Была То Это Была Совершенно Другая Цивилизация То То Что Мы Ищем Однако Ну Да Эта Версия Продолжала Существовать И Она Существовала Достаточно Долго Почти Не Изменилась До 19 Века Но Параллельно Ее Пытались Подкрепить Еще Легендами О Древней Прародии Значит Ссылается На То Что Вот Есть Мифы И Предания Где Говорится О То Что Люди Которые Составляли Эти Предания Являются Потомками Тех Кто Был Вынужден Покинуть Был Свою Какую-то Страну Чаще Все Какой-то Либо Остров Либо Континент Потому Что Была Какая-то Катастрофа И Это Приводится В качестве Подкрепления Значит Версии Атлантиды Но Эти Легенды Ничего Не Говорят Ни Об Уровне Цивилизации Не Упоминают Вообще Никаких Высоких Технологий Опять-таки Там Нет Такого Что Вот Наши Божественные Предки Жили Там На Такой-то Родине А мы Вот Пришли Сюда И так Резко Деградировали Такого Нет Нигде То Есть Этот Пласт Преданий Он Явно Относится Вообще К Потопной Катастрофе Как Таковой Но Потопная Катастрофа Связана Допустим Какой-то Катаклизм Связан С Атлантидой Но Какое-то Отношение Имеет К цивилизации Богов Совершенно Непонятно И Как бы Привлечение Таких Аргументов За Оно Скажем так Некорректно По меньшей Мере Есть Скажем Предания Американских Индейцев Которые Говорят О том Что Боги К ним Прибыли Из-за Море И это Тоже Вроде Преподносится Что Ну понятно Атлантида Была В Атлантическом Океане Вот Они В одну Сторону Плавали С греками Воевали В другую Сторону Приплыли Вот Они В качестве Богов Выступали В Америке Но Опять Таки Понятно Что Высоко Развитая Цивилизация Не будет Постоянно Пользоваться Одним И тем же Видом Транспорта Здесь же Не обязательно Перелетать С места На место Могут У нас же Есть И самолеты И корабли В конце Концов Мы взяли Использовали Одно Средство Или другое Средство И даже Не важно Откуда Мы Стартанули Если Мы возьмем Те же Ни ложки Они Как бы По тем По той Информации Которая Ну Хоть Сколько Это Заслуживает Доверия Они Спокойно Летают Не только По воздуху Но плавают По воде Там И внутри Воды И так Далее То есть То Что Представители Некой Цивилизации Появились На конкретном Континенте Со стороны Моря Еще не Говорит Что они Обитали На земле Это тоже Не аргумент Ну Собственно На этом Практически Все Заканчивается Из Скажем Так Из того Что можно В принципе Собрать От Древних Очевидцев Дальше Начинается Уже Фактически Современная Отсебятина Версию Атлантида Атлантида Неожиданно Подхватывает Блаватская И Трансформирует Ее То есть Если у Платона Речь идет О цивилизации Ну Грубо говоря Насчитывавшей Максимум Десять тысяч Лет Плюс Минус То она Уже Говорит О цивилизации Которая Погибла Двести тысяч Лет Назад При этом Эта цивилизация У нее Якобы Была Уже Четвертой По счету Она Это говорит Не о цивилизациях Она говорит О расах людей Называет Это расами Людей Но при этом Они у нее Скажем так Как раз До Атлантов До Гипербореи Которые Перед Ну Гипербореи Лемурии Еще как-то Они более-менее Материальные А первые Вообще Нематериальные Какие-то Существа Которые Постепенно Костенеют Каким-то образом Обретают Материальность И таким образом Там Да И при этом Еще теряют В росте Начиная с 50 метров Ну вот Такие Фантастические Честно скажу Бредни Другого слова Даже не хочу Употреблять Но Вот она Это Преподнесла Как Некое Знание Переданное Некими Учителями В Тибете И Значит Дело Там Пошло Значит Могу Сразу Сказать Там Есть Очень Хорошие Психологические Приемы В этой Тайной Доктрине Которые Срабатывают На то Что Люди Хватают Содержимое Не понимая Его Как бы Сути То есть Они Хватают Дежурной Фразы Им Нравится Эта Версия Но Они Каждый Там Вносит Просто Свою Есть Такой Термин Психология Рамочная Фраза Вот Например Человечество Деградирует Некий Тензис Без Доказательств Каждый Найдет Себе Подтверждение Вот Этой Фразы Может Всегда Подобрать Какие-то Примеры Скажет Ну Действительно Деградирует Вот Тем более Что Есть Конфликт Поколений Да Всегда Отцы Горят Ну Куда Вот Это Поколение Новое Растет Вообще Непонятно Что Раньше Было Да А сейчас Вообще Полная Деградация То есть Это Есть Вот Такие Крючки И Вот Эта Тайная Доктрина На Таких Крючках Составлен Поэтому Последователей Балавадской Очень И Очень Много Ну Скажем Я Не буду Вдаваться Зачем Она Это Сделала По Крайней Мере Вот Она Выдвинула Такую Версию И Весь 20 Век Эта Версия Развивается Но Ее Дополнил Еще Кейси Своими Ведениями Правил Вот Эту Некую Атлантиду Ну Балавадской Получается Так Значит Что Атлантида Платона Это Уже Некие Осколки Той Великой Цивилизации Которую Она Называет Атлантидой Погибшего 200 тысяч Лет Назад И С В которых Атланты Перемещали Атомную Энергию В кожаных Мешках На Ослах Перевозили С места На Место Вот Нил у них Тек Почему-то Вопреки Всей географии В Атлантические Океаны В Средиземное Море Хотя Там Поразлом Но Вот Как бы Очень Многие Люди Это Схватили На Веру И Появились Последователи И Все это Трансформировалось То Что Якобы Вот Эта Теория Нам Рассказывает О том Что У нас Человечество Человеческие Расы Существовали Там Чуть ли Не Миллионы Лет Назад И Соответственно Когда Мы Говорим О Высокоразвитой Цивилизации Вот Это Одна Из Цивилизаций Такого Человечества С Миллион Летней Историей Вот Один Из Современных Последователей Александр Белов Который Выдвигает Теорию Инволюции Он ее Называет Хотя Берет В чистом Виде Блаватскую Но Чуть-чуть Теория Трансформирует Он Берет Все Вот эти Расы Сразу Считает Материальными Вот эти Расы Самые Начальные Это Какие-то Сторуки Непонятные Существа Ну А дальше Запускается Типа Такая Схема Что С течением Времени Вот Каждая Эта Раса Вот Например Сторуки Деградирует Постепенно Вракообразных Там И так далее Да Вот Потом Циклопы Рождаются Там В динозавров Например Да Постепенно И параллельно Идет Деградация И Собственно Человеческой Расы От Значит Сторуких К циклопам К титанам К богам Это Делать Когда Прошли Одну Скоро Если бы Вокруг Пробурили Нашли бы Еще чего-то Там Выяснили бы Что это Не пещера А Действительно Там Целый Слой Тогда Понятно Но я говорю Что вот Здесь Айдаха Но рядом Мексика Вот эта Фотография Сделана В Мексике Там Их пещера Вообще В каждой Горушке Остаточная Порода Очень хорошо Промывается Грунтовыми Водами Постоянно Жили в Каких-то Пещерах Ну Прекрасно Замечательно То есть Здесь Идет Ошибочный Перенос Датировок С породы На Вещь Которая Где-то Найдена Ну Вот Ну Где-то Там Найден Дальше У Кремо Это Конечно Не имеет Там Отношения Скажем К высоко Развитому Вообще Человечеству Но В любом Случа Оно Противоречит То есть Картине Которую Рисуют Историки Я готов Согласиться Что там Могла бы Быть стоянка 200 тысяч лет В Америке Хотя там Категорически Историки Отвергают Считают Что Не Не 15 Ну Максимум 25 тысяч Лет Сейчас Называется Заселение Америки Я Не думаю Думаю Что там Есть Действительно Факты Достаточно Древние Но Там Целый ряд Находок Значит Связан Вот С чем Вот Дает Называет 200 тысяч Лет Получено Урановым Методом Ну Здесь Называется Дай Дилетант Очень Поизмерять Он Те На Измеряет Значит Вот Цепочка Разложения Урана На чем Основан Этот Метод Вот Был Когда-то Радиоактивный Уран Который Распался Остался Свинец Вот Беру Содержание Урана Беру Содержание Изотопов Разного Свинца Там Разные Есть То По разным Изотопам Свинца Берут Количество То По соотношению С ураном Я не буду Вдаваться В детали Там Даже Технических Тонкостей Много Ну Собственно По этим Соотношениям Типа Определяется Возраст Определяется Он Как Ну Соответственно За счет Вот Этой Прежде Все Реакции Реакции Распада Урана Период Его Полураспада 710 Миллионов Лет А Теперь Мы Возьмем Просто Вот Этот График Он Показывает Содержание Разных Изотопов Свинца В Коренных Отложениях В Одних И тех Же Породах Вот Грубо Говорят Извергнулись Породы Вот На одном Поле Вот Для каждого Поля Вот Такая Вот Область Выделена Содержание Изотопов В рамках Одного Поля Колеблется Процент Иногда 2-3 Процента Это Естественная Вариация Я же говорю Породы Все Неоднородны 1-2 1% Вот Этих Колебаний При Периоде Полураспада 710 Миллионов Лет Сколько Составит 7 Миллионов Лет То Есть Датировка В 200 Тысяч Лет Погрешность Ну элементарнейшим Образом В физике Существует Непреложенное Правило Нельзя Считать Установленным Какую-то Величину Если она Меньше Погрешности Вопрос Банальный Как Можно Говорить О датировании 200 тысяч Лет Если у вас Погрешность 7 миллионов Лет На самом деле У нас Вся история Человечества Влезает Вообще В эту Погрешность То есть Применение Вот этого Метода И палеонтологами Там И антропологами Это вообще Неправомерная Вещь Ну вот Точно так же Вот Он муссирует Например Вирджинию Сим Макентайр Вот эту Барышню Которая Там Нашла Каменное Орудие В Мексике Как Назовывается Возрастом 250 тысяч Лет И Перечисляется Четыре Метода И Там Тефрогидратационный Метод Это Вообще Вот Из пальцев Высасываем Это По отложению Разных Солей Это Настолько Зависит От условий Что Можно Получить Разброс Возраста Там На сто Порядков Отличающийся По Геологической Эрозии Ну Извините В Тюанако Да В Боливии Стоит Блок Древний Да Древний блок Не спорю Вот он Торчит На половину Земли То что Археологи Раскопали Он Торчал Да Вот В идеальнейшем Состоянии Как будто Вчера Только Вышел Заводского Конвейера Сверху Ты видишь Эти тысячи Лет То есть Вот Разница В условиях Хранения То что Было На воздухе То подверг Эрозии То что Было Под землей То сохранялось Поэтому Говорить По геологической Эрозии Что-то Это Вообще Просто Ну Некорректно Урановый метод Я только что-то Сказал Да На основе Анализа следов Ядерного распада И это Я вообще Не понимаю О чем речь Либо урановый метод Либо радиоуглеродный Значит Там есть Калия аргоновый Еще используется Но калия аргоновый Извините Есть такая вещь Когда идет Реакция распада Там Образуется Аргон Собственно Который Измеряет Содержание По содержанию Этого аргона И датируется Но аргон Это газ Ладно Им датируют Скажем Магматические породы Он попал В твердую породу И вот там Уже Радиоактивные калии Распадаются С образованием аргона Ладно Из камня Никуда не выйдет Из плотного Но когда речь идет О датировании Вокруг же Этого Этих орудий Были И найдены Они Не в магматических Породах А в осадочных В осадочных породах Они все дырявые Пористые Там аргон Никак не держится Этот метод Просто нельзя Применять Радиоуглеродный Анализ Да не работает Он на таких Возрастах Там Собственно Уже от радиоуглерода Ничего не должно Остаться Там Самые смелые На мой взгляд Даже безответственные Люди Которые пытаются Радиоуглеродный Метод Применять И то рискуют Там Заявлять О 50 тысячах Лет Хотя на мой взгляд Это уже неправомерно А здесь Пять раз больше Так что Здесь речь идет О том что Люди Некорректно Применяют Методы Не понимая Физической основы Этих методов То есть они берут Технологию Получают Какой-то результат А то что Эту технологию Нельзя применять В данных условиях Этого они просто Не знают И получают Вот такую вот ерунду Значит у нас Запланирован доклад Андрея Кузнецова Вот он на фотографии Вот про эти самые Кли В Турции В первую поездку С ним ездил Такой вот Калтыпин Александр Который очень любит Рассуждать о цивилизации В миллионы лет Возраста Он взял И Ну просто Я не знаю Что-то ему На голову упало Он решил Что вот эти вот Клии Образовались Миллионы лет назад Типа вот этот Туф Возраста Миллионы лет Там Миллион полтора Поэтому вот Вот этот Так оно И датируется Тогда же Они и были сделаны Андрей Привозил Несколько образцов Мы их отвезли В Ферстман Мы хотели Вообще посмотреть Что это за материал За структура А он Рассыпается В руках Вот так Берешь Этот туф Просто Растираешь Порошок Миллион лет Такая бы штука Бы простояла На открытом воздухе И сохранив Вот так Вот такие вот Следы Совершенно четкие Никакие не оплывшие Ничего Да понятное дело Что нет То есть человек А между прочим Вроде Кандидат Геологических наук И несет Вот так Такую вот вещь Да Совершенно Ну нравится ему Версия Он начинает Просто банально Некие факты Подгонять По своей теории Вот Есть вещь Я здесь не стал Изображать Поскольку Это только На рассказах Основано Значит Но Неоднократно Это приходилось Слышать И встречать Там в описании Литературе В Южной Америке Нам рассказывал Археолог один Что находили Кости человека В перемешку С костями динозавров И даже иногда Кости человека Ниже костей динозавров Вот Но если На Южной Америке Прошел Вот Во время Потопной Катастрофы Цунами То это все Дело Верхний слой Перемолол Просто неизбежно Посмотрите Как волна Отходит Укло берега Что нас с собой Несет Она вот так Все это дело Заворачивает Понятное дело Что Вот Я просто В свое время Залез в гугл Посмотрел Просто на район Хотел линии Наска посмотреть Но когда посмотрел Вот это Вот это все Вот здесь Фронт Тысячи километров Вот на этом фронте Вот Идут Следы Застывших потоков Естественно Там Вот так Все слои То есть Там нельзя Применять Стратеграфический метод Для датировок И то Что оказались Кости вместе Ну оказались Вот Их там Перемешало То есть они Изменили Своё первоначальное положение Поэтому Говорите Там О том Что Как нам Этот археолог Интерпретил Что динозавры Жили 11 тысяч лет назад Еще Там 12 с половиной Или что Люди Жили там Во времена Этих динозавров Много миллионов лет назад Это нельзя То есть Если мы Учитываем Вот эти вот Штуки У нас На самом деле Много находок Очень много находок На самом деле По стратеграфии Нельзя Потому что Если мы возьмем Поступную катастрофу Очень много регионов Накрыло Вот Типа цунами Там естественно Все это вот так вот И естественно Все датировки Просто летят По этому методу Нужно использовать Другие Другие способы Но их нет Собственно Я уже перешел Вот к теме Людей Динозавры Есть целая там Категория людей Определенный круг Который считает Что Если есть статуэтки Вакамбара Или Изображение На камнях Ики То это означает Они действительно Очень живые Очень информативные И то что я говорил Сегодня уже Что очень реалистичны Мало того же Реалистичны Еще и там Палеонтологи Какие-то видны Какие-то Могут для себя Заключения делать Но это же не обязательно Что люди Которые все это дело Изготавливали Что они видели Динозавров И жили Одновременно с ними Я говорю Зайдите в любой Детский магазин Практически в любой Сейчас И посмотрите Среди игрушек Вы найдете Изображение динозавров И они будут Очень реалистичны Да Но это же не значит Не значит Что мы живем Вместе с динозаврами Речь идет о том Что мы знаем О том Что динозавры Так выглядели Для того чтобы знать Не обязательно Жить вместе с ними Ну хорошо Там Древние мексиканцы Или древние Перуанцы Если мы о людях Говорим Они естественно Не занимались Палеонтологией Была комическая ситуация Когда Андрей Жуков Спровоцировал Добился выставки В Дарвиновском музее Позапрошлом году Камнейики Вот И один Палеонтолог Выступает Ну они Пошли на такую Крамову Вот выставили камни Которые мы там Попритаскали Это в свое время С поездки Андрей там С нескольких поездок Вот Пять камней В итоге По-моему Была выставлена Значит И он говорил Ну На открытии Этой выставки Он говорит Не Ну понятно Что конечно Люди не жили Одновременно С динозаврами Но вот они Типа того Что они Находили Большие кости Вот они По этим костям Составили Все представления Об этих животных Он сейчас Расписался Что он Деньги получает Ни за что Если современные Палеонтологи Тратят там Кучу средств Трое годы жизни Пытается восстановить Как-то видешний облик То какие-то Примитивные индейцы Косточку откопали И анатомически Верные Все представления Создали Понятно Что Знания Вот этого Вот Они должны были Откуда-то получить Но Из серии Скажем так Ежем мифологии Пласт Того Что Боги Дали знания Людям Ну как Дали Как Передать Знания Ну Фильм спил Покажите Каменный уголь Сернистый Колчедан Добывает Каменный уголь Да им Наплевать Каким возрастом Его датируют И какая геология Там собственно говоря Вот Но Здесь вот Есть человек Один из авторов Книги Сергей Дегонский Он У меня У меня Сам Как-то Нашел Говорит Вот На тебе Книжку На Вот Почитай Они С его Покойным Уже С автором Выпустили В свое время Знаете Неизвестный Водород Который Он обобщил Исследования Совершенно Разных Направлений Они В общем Пришли к выводу О том Что Если Мы Вообще То есть Речь идет о том Что И нефть И каменный уголь Все образуется Из метана Который идет Из недр То есть Вот реакция Разложения метана CH4 Да Нами представляется И в школе нас учат Если что Он распадается На Углерод В виде графита И дальше Там Два атома водорода А реальный процесс Идет не так И это кстати Химики Которые с этим Занимаются Они это Прекрасно знают От Атома Метана Молекула метана Отщепляется Сначала Один атом Водорода А вот Этот Остаточек CH3 Начинает Объединяться С таким же Остаточком Это энергетически Более выгодно Вот Для химиков Которые там Работают с реакциями Они знают Прекрасно Есть Энергетический Баланс реакции Там Где Энергетический Вот Реакция идет По тому пути Если есть Несколько вариантов По тому пути По которому Более энергетически Выгодно Он более энергетически Выгодно Соединение Вот этих Остатков В итоге Образуется Сложные Углеводороды А графит При этом Образуется Бензольные Кольца То есть Если мы возьмем Чисто Как нам говорят Углерод Соединился Валентность Соответственно Углерода Четыре Основная Нам Должны Рисовали Нам в школе Рисовали Вот такую Квадратную Сеточку По углероду Графит Да Вот слоями Он идет А реально Под микроскопом Это бензольные Кольца Это остатки Бензольных Колец В которых Не осталось Водорода То есть Это Углерод Оказывается Предельно Вообще Углеводородом В этой цепочке И это Реакция Для получения Вот это Изделие Это Пиролитический Графит Называется Лепят Уже давно Несколько Десятков лет Технологии Получения Из метана Но По ходу Всех Этих Исследований Работать С этим Пиролитическим Графитом Когда Появлялся Брак Хотели Детали Получить Получали Отрабатывали Технологии Получался Брак А брак Такой Растение Просто Напросто Образуется Как бы Растение Из метана И на самом деле Это процесс Очень простой Это тот же Самый процесс Там задействована Реакция Газофазного Охлаждения Это называется Когда у вас Горячий газ Попадает В холодное Окружение Это Та же Самая Ситуация Когда Пара У вас Попадает На морозное Стекло Все Морозное Стекло Вы там Сколько угодно Там В свое Время Там Еще Академики К этому Тоже Шутили Над этим Что Один Другому Сунул Фотографию С Морозного Стекла И Попросил Зеентифицировать Растение То Сразу Сказал Что Это Чертополох Здесь Как бы Здесь Мы Имеем То же Самое То есть Реально Я вообще Не знаю С чем Работают Палеоботаники Когда Говорят О каменном Угле Что Они Там Потому Что Вот В той Книге Ну Собственно Он Дегонский Дал Кучу Материалов Куча Дополнительных Фотографий Там Даже В этой Книге Приводится Даже В фотографии Что-то Типа Спор Образуется Такие Вот Полые Кружочки Ну Споры Там Палеоботаники Скажут Споры И Линфицируют С чем-то А все Эти растения Они Сами Придумали Они Как-то Классифицировали Вот Эти Растительные Формы И говорят Это Относится Вот К этому Это Относится К этому Вот Веточки Вот Здесь Просто Целые Буйные Заросли Вот Это Лист Они Спилы Дерево Получали Уши Получали Извините Мужские Члены Получали Фотографию Он Мне Присылал Фантастические Вещи Просто Лезут Близко К нормальному Но Они Там С Большими Там Вообще Технология Они При Обычных Давлениях Алмаза Получались Из Да Да Алмазная Крошка Никаких Давлений Не Нужно Это Абсолютно Те же Самые Процессы Почему Эти Работы Не Пускают Потому Что Там Совершенно Там Очень Сильная Монополия И Это Все Идет Вот Как Это Все Сопровождающие Вещи Исследования Там Частично Открыты Частично Закрыты Там Получение Тугоплатких Металлов При Температурах Там Три Четыре Раза Ниже Чем Обычно То Там Серьезная Научная Работа Там Фундаментальный Труд Монографии Выпущены Куча Там Работ Куча Людей Занимается Этим Направлением Просто Не Сильно Афишируется Вот Но Что Для Меня Важно То Что Пожалуйста Растительная Форма Получается Просто Банальной Химической Реакции А Соответственно Тогда Получается Что Если Этот Процесс Происходит Из метана Метан Прет Из Недр Как У нас С метаном Я Не беру Не буду Сейчас Обсуждать Откуда Он взялся Для Меня Это Очевидно Но Значит Тогда Если Мы Имеем Дело С газом Который Должен Куда Попасть Где Резко Охладиться Он В полости Земли Уже В какую То Полость Заходит Там Резко Охлаждается Пошло Образование Каменном Угля Это Не Пласт Сверху Отслаивался 300 Миллионов Лет Назад Это Уже Была Куча Пластов Под Которые Подошел Метан И Там Отложился Отложился В пластах 300 Миллионов Лет А Над Ним Еще Было Прорвано И Произойти Соответственно Это Могло Да Хоть Вчера Реально Процессы Выделения Метана На Шахтах Это Не Каменный Уголь Разлагается Это Прет Вот Что У нас На Шахтах Постоянно Взрывается И Тогда Понятно Что Если Скорость Если Время Образования Может быть Каким Угодно Мы Этим Объясняем И Золотые Цепочки Которые Туда Попадают И Колокольчики И Чашки И Каменную Кладку Это Просто Эти Пласты Образовались Вообще Несколько Тысяч Лет Назад То Что Нефть Образуется До Сих Нефтяники Подтверждают Реакции Те же Самые Только Образуется Не Каменный Уголь А Жидкие Углеводороды Все Скважины Которые Считались Бесперспективными Закупоривают В Грозном Два раза Раскупоривали Скважины Которые Считались Ищерпанными За 20 Век Вот Темпы Это Просто Темпы Какие Есть В течение Одного Столетия Дважды Пополнялись Запасы Соответственно Каменный Уголь Почему бы Нет Почему бы Не оказаться Стенки Кладки Которые Там 2-3 тысячи Лет Но 2-3 тысячи Лет А не 300 Миллионов Можно Дальше Разбираться С качеством Этих Изделий Ну Они Там Скажем Не Выглядят Они На Высоко Развитую Цивилизацию Особо Сильно Но Нашего Уровня Цивилизации Ради Бога Так Почему Б Нет 2000 Лет Назад Такие Вещи Делали То есть Там Сразу Целая Группа Вся Выкидывается Всех Какие Есть В Каменном Угле Все Можно Списывать Потому Что Это Просто Ошибочное Датирование По Породам Которые Вы Нашли Только Лишь Вот Металлические Трубы Которые К сожалению Только За рисунок Я Очень Искал Твою Фотографию То Что Мне Присылал С Римского Музея Труб Такого Прямоугольного Сечения Там Они Красивее Выглядит Чем На этом Рисунке Что-то Не Нашел К сожалению Ну Скидывал Да Но Я Где-то В архивах Глубоко Закопал Значит Найдены В отложениях Меловых Которые Считают Защит Насчитывают Больше 65 Миллионов Лет Но К сожалению Не приводятся Никакие Детали То Это Просто Найдено Дальше Люди Пишут Что Вот Найдено В меловых Отложениях И все Но Это Профиль Почему Я Вспомнил Про эти Трубы Да Это Очень Часто Такого Профиля Трубы Делали В Древнем Риме Ну А дальше Чем Делаем С трубами Мы Закапываем В землю Для водопровода Для всего Чего Годно Но Взяли Закопали В меловые Отложения Мел Он Хорошо Течет Там Прошли Осадки И все Это Дело Спрессовалось И сложилось Тогда Причем Здесь Дать Сами Трубы Почему Мы Должны Датировать 65 Миллионами Лет Никаких Оснований То есть Это Вот Как раз Я здесь Написал Отсутствие Учета Данных По Геологическому Контексту То есть Там Не Описано Отличается Лимел Который Прям Примыкает Непосредственно К трубе От Того Который Там В полуметре Дальше То есть Это Уже Просто Некорректные Проинтерпретированные Некорректно Вынутые Артефакты Некорректно Проинтерпретированные Ну Это Серия Как Мы Докопаемся До Мировых Отложений Закопаем Потом Пройдет Какое-то Время Раскопает Будут Кричать Что Это Тоже Сделали Не мы А сделали Там 65 Миллионов Лет Назад Статуэтка Которая Была Глиняна Фигурка Из Айдаха Которая Кремо Заявляет Что Больше Миллиона Лет Есть Фотографии Ее Вот Это Размер Монеты Вот Кремо Там Говорит Что Ой Это Таких Фигурок Вообще Больше Нигде Не Вот Она Единственная Экземпляра Именно Такая Вот Такого Барахла Торговцы Древностями Там Предлагали Немеренное Количество В Мексике Совершенно Разнообразные Фигурки Там Торговали Там По 10 долларов Горстями Приносили Просто Я не знаю Почему Он их Не видел Аналогов Но Вот Это Абсолютно Четко Из глины Примитивно Сделанные Такие Вещи Но Значит Миллион лет Это все-таки Не вот Эти Подделки Пусть Там Тысячу Лет И так Дали Однако Описание Которое Приводится Откуда Ее достали Ее достали Из скважины При бурении Вот И Там Описывается Что Сначала Шла Почва Потом Они Прошли Слой Базальта Потом Были Глины И Плавуны Вот Потом Опять Пошла Почва Какая-то Типа Дренних Отложений И Потом Уже Пошел Песок Ну Где-то Вот В этой Почве Ее Якобы Нашли Ну Я Прикидываю Хорошо Давайте Представим Се Картину Единственное Бурение Точка Прошли Что Вокруг Мы Не знаем Какую Там Пород Порода Вертикально Меняется Так Ну Давайте Представим Пещеру Которых Там Полно В этом Регионе Все В пещерах Да В которой Какое-то Время Обитали Люди Вот Она Почва С Этой Статуэткой Дальше Прошел Сильный Дождь Залило Плывунами С Глиной Ну Да Пещера Находилась В базальтовых Породах Мы Можем Связать Возраст Этой Статуэтки Именно С возрастом Вот Этого Песка Или Базальта Да Мы Не Имеем Правда Дальше Великаны И Наконец Люди Появляются Ну Начинает Он С того Что Обезьяна Произошла От Человека А не Человек От Обезьяны И Собственно Говоря Дальше Типа Развиваем Эту Всю Версию И Получается Что Вот Самый Примитивный Организм Они На самом деле Ну Даже Вот На эту Схему Посмотреть Просто Банально Если Посмотреть С какими Геологическими Пластами Это связано У нас Получится Чем глубже Мы бы Копали Тем Больше Развитых Существ Мы бы Находили Останков Но Мы Имеем Прямо Противоположное То есть Человек Продолжает Поддерживать Пропагандировать Свою Теорию Он Палеонтолог Между тем Профессиональный Да Ну Вот Вот Так Вот Он считает Что Вопреки Самому Базовому Вещи То есть Я уже Не знаю Там По-моему Какие угодно Теории Выдвигались Но никто Не может Оспорить Того факта Что Чем глубже Землю Хочешь Тем более Простые Организмы Там Обнаруживаются То есть Это Та самая Закономерность Которая Собственно Вообще Появилась Теория Эволюции Как таковая Еще Там Не Я не беру Дарвина Я беру Глубоких Его Предшественников Вообще Сама Идея Просто Развитие Вот Ну Как бы Ну Нравится Человеку Нравится То есть Как бы Моя задача Констатировать Факт И Вот Эта Теория Она Противоречит Реальным Фактам Эмпирическим Единственное Что Более Менее Находится Ну Какие-то Остатки Гигантов Но Говорят ли Они В пользу Целиком Этой Теории Ну Допустим Были Гиганты Но Реальные Находки Можете Представить Размер Вот Здесь Товарный Вагон Это Мумия Найденная На рубеже 19-20 веков Точную Дату Не Назову Пропала Где-то В запасниках Музеев Очень Хорошо Прикопали Где-то Что Даже Нет Информации Запасники Какого Музея Но Фотография Сохранилась Вот Есть Фотография Вот Пожалуйста Бедренная Кость Да Вот Таких Размеров Ну Тут Больше Половины Роста Человека Но Это В любом Случай Не 50 метров Даже Не 15 Это Гораздо Меньше Во-первых А во-вторых Ну Как-то Были У нас И Такие Вот Существа Там Птички Да У нас В принципе Были Те же Динозавры Здоровых Размеров Это Не Говорит О том Что Было Предыдущее Человечество Там Еще Что То 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 Выбросы Скажем В эволюции По размерам Могут Быть Почему Бо Нет То 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 Гиганты На Мой Взгляд Эволюция Никоим Образом Не Не Опровергает И Не Заставляет Там Любые Возьмите Кавказские Особенно Там Нам Известны Там Мадыгейские То же Самое Говорят Там Легенды Других Стран Там В Азии В Африке Что Когда Начинают Горить Про Гигантов Часто Упоминают Параллельно Про Карликов И Говорят Что Карлики Были Умные А Гиганты Были Тупые Безмозглые Ну Если Тупые Безмозглые То Как Говорить О Высокоразвитой Цивилизации То есть Это Опять-таки Совершенно Разные Вопросы Которые Надо Отделять И Одно В Пользу Другого Совершенно Не Говорит Ничего Вот Собственно Белов Немножко Модифицировал Даже Не Столько Блаватскую Сколько Кремо Известный Автор Вот Неизвестные Истории Человечества Которые Вместе С Томпсоном Вот Они Массу Книг Написали Пропагандируют Как раз Человечество Возрастом В миллионы Лет То Что Сейчас Собственно Говоря Кришнаиты И И же С ними Аналогичные Религии Собственно Кремом Кришнаит Аналогичное Течение Все Это Дело Пропагандируют Он Сохраняет Прием Блаватского Он Говорит О Нематериальных Расах Человечества Но Это Как Бы Вот С моей Точки Зрения Физика Есть Такая вещь Что Если Какая-то Штука В природе Существует Вообще В принципе Это Возможно То Мы Как-то Это Должны Наблюдать Если Есть Какие-то Полуматериальные Существа Значит Мы Должны Фиксировать Не Обязательно Это Люди Полудеревья Например Принцип Должен быть Всеобъемлющим Если Этого Нет Тогда Мы Промежуточные Стадии Можем Отбросить Когда Он Говорит О Нематериальных Расах Все Его Доказательства Сводятся К тому Что Он Объясняет Реальное Существование Души И Посмертного Состояния Существования Человека Ну Как бы Я тоже Не возражаю Против Этого Но Это Не имеет Никакого Отношения К теории Блаватской То есть Можно Признавать Там У меня будет Последний Доклад Физика Духа Да Пожалуйста Разбор Нематериальных Сущностей С точки Зрения Физики Но Причем Здесь Предыдущий Раз Одно Другого Не доказывает Пусть Есть Свидетельство Существования Души Реального Ну Хорошо Ладно Я не против Бехтерева Была Не против Хотя Возглавлял Музыка Да Есть Посмертное Существование Души Прекрасно Если Так Есть Только Только За Да И поддерживает Идею Но Причем Здесь Раз И Миллионов Лет Возраст Одно Из Другого Не следует Значит Но Кремо Делает Такую Вещь Он Вместе С Томпсоном Собирал Кучу Информации По Артефактам Которые Уверяется Что Это Как раз Имеет Возраст Сотни Тысяч Миллионы Лет И так Далее И Артефакт Это Действительно Артефакты Это Не Просто Геологические Объекты Это Действительно Объекты Которые Могли Быть Сознаны Только Сознательными Существами Но Конечно Прием Здесь Еще Заключается Ошибка Он С помощью Материальных Артефактов Пытается Доказать Существование Нематериальных Раз Человечества Что Уже В общем Как-то Так Он Этот Вопрос Просто Обходит Он Говорит Что А Вот Человечество Существовало Миллионы Лет И Все Вот Как-то Где-то Дегравировало Где-то Опять Развивался Это Видели Его Там Книги Читали Или Фильмы Видели Даже Много Чего Выпускает Честно Говоря Вот Когда Мы С ним Пересеклись На Каком-то Мероприятии Космопоиска Они Договорились Он Приезжал В Москву Кришнаитом Лекции Считал Человек Мне Не Подравился Чисто Субъективно Нежелание Кого-либо Слушать В принципе Что-либо Обсуждать И На Определенном Этапе Мне На Вопрос Честно Ответил Меня Не Интересует На Что Указывают Ваши Факты Потому В источниках Написано Что потоп Произошел Двести С лишним Тысяч Лет Назад Ну Значит Он Был Двести Тысяч Лет Назад Все И Все Факты Он Готов Подгонять Под То Что Написано В учении Ублаватской Тибетскими Учениями Ну Собственно От тибетских Учений Он Идет Он Просто Занимается Откровенной Подгонкой Ну Это Чисто Об Объятивности Автора Да Но Материальные Артефакты Есть Материальные Артефакты С ними Надо Разбираться Раз Они Упоминаются Значит Надо Что-то С ними Делать Первый Момент Когда Вот Читаешь Эту Книжку Я не Знаю Кто Читал Можете Сказать Ну Вот Я же Говорю Книжка Известная Да Вот Что Меня Первое Поразило Это Обилие Ссылок На Вот Всякую Желтую Прессу То есть Какая-то Газета В какой-то Момент Что-то Описала Потом Эта Штука Куда-то Потерялась И Больше Все Ну Это Называется Ну Пойдите У нас Купите Там На Бульваре Там Опять же Целую Стопку Желтой Прессы Там Такой Фантастики Насчитаешься Можно ли Опираться На такие Факты Да Нельзя Это Даже Не Факты Очень Много Ссылок То есть Скажем Так Где-то Если Брать В процентном Отношении Ну Три Четверти Минимум Если Не Больше Идут Ссылки На Публикации Конца 19 Начала 20 Века Но Если Вы Пишите Уже Там Скажем Когда Это Было Написано 70 80 Годы Первый Вариант Книжки Вышли 20 Века Ну Опирайтесь На Более Близкие Находки Почему Основная Масса Именно Вот Таких Старых Да Потому Что Они Типа Потерялись Они Типа Давно Были Давно Найдены И Толя Сели В частной Коллекции Толи Их Уничтожили Толя Опять Землю Закопали Вот Но В любом Случа Это Ссылка На Материалы Которые Нельзя Проверить То есть Артефактов Реальных Нет Есть Просто Ссылки На Какие Публикации Но Сидят Бабки У Подъезды Что-то Обсуждают Не Хочу Обидеть Женщин Сидят Дедки Возле Подъезда И Что-то Обсуждают Вот Но Собственно Утеряны И Но Среди Вот Этого Всего Мусора Там Процентов 15-20 Действительно Те вещи Которые Имеют Зарисовки Имеют Фотографии Имеют Какие-то Описания И так Далее Ну И Плюс В Дополнении К Кремо Помимо Того Что у Нес Томпсон Описано Еще Есть Какое-то Количество На Которые Ссылается В Интернете Люди Старательно Пытающиеся Доказать Несостоятельность Теории Дарвина Креациониста Там Собирают Какие-то Вещи Которые Доказывают Что люди Динозавры Жили Вместе Соответственно Те Кто Не Хочет Трактовать Это Как Слепое Следование Библии Ограничивающие Существование Земли Всего Там Десяткам Тысяч Лет Значит Они Горят Вот Это Значит Люди Были Там Миллионы Лет Назад Жили Ну Вот Как Бы Вот Так Такие Всякие Находки Я Просто Задался В свое Время Проанализировать Целью В общем Оказалось Что Там В общем Особо Не так Как Много Кажется Во Вторых Они Как-то Хорошо Подразделяется На Целый Ряд Групп Которые Можно Вот Так Вот Разделить Значит Первая Группа Это Там Ошибочная Трактовка Находок Как Артефактов То есть Вещи Вроде Похожи Но Я Дальше Буду Конкретные Примеры Приводить Вещь Похожа На То Что Она Была Сделана Человеком А На самом Артефакты Найден В каменном Угле По Господствующей Теории Каменноугольный Период Был 300 Миллионов Лет Назад Казалось Быть Куда Уже Более Неизыблем Доказательства Ну Вот Такая Категория Есть Есть Находки С неправомерной Датировкой Находки Связаны С потопной Катастрофой И Ошибочная Трактовка Действительных Артефактов Но Больше Она Сводится К Чтобы Было Понятно О чем Идет Речь Значит Вот Вещь Которая Появилась На сайте Креционистов Как раз Якобы След Человека Вот Он Вертикально Расположенный Да И На него Наступил Так Горизонтально Здесь Трехлапый Динозавр Появилось Это Просто Как С хорошими Фотографиями Со всем Вот Как раз Там В 2008 Году Это Вот Сайт Он Так Собственно Музея Как такового Его Вряд ли Можно Назвать Чисто Липовая Контора Креационистская Но Сайт У них Есть Вот Это Все Что Вот Он Был Кусок Найден Причем Сначала Они Нашли Интересный Камень Себе Забрали Потом Лежал У человека Несколько Лет Вдруг Он Там Сломал Себе Ногу Поэтому Понадобились Деньги На лечение И вдруг Через Обнаружил Вот Этот След До Этого Он Его Не Видел Вот Но Реально Там Даже Сторонники Потом В конце Концов Вот В 2010 Году Собственно Два Года Хватило Им Исследований Все Этой Ерунды Сказать Что Это Просто Откровенная Подделка И Они Информацию Просто Сняли Потому Что Появились Претензии Ну Мало Что Здесь Мультяшная Нога Какая Непонятная Вот Во-вторых Там Самое главное Что Появились Претензии К следу Динозавра Что Они Явно Там Совершенно Не соответствуют С точки Зрения Там Просто Положение Стопы Там И так Дали То есть И Все Это Сравнилось С Конкретным Известным Видом Которого Осталось Рядом Много Следов И Он Совершенно Там Мед Просто Колоссальное Количество Различий Вот Ну Здесь Как Обстоятельства Сначала Те Кто Придерживался Этой Версии Что Это Нормальный Там Действительно След Человек Вот Отпечаток Сандалии В глинистом Сланце Глинистый Сланец Датируется Вот Таким Возрастом 500-600 Миллионов Лет Штат Юта Ну Вот Я Сколько Не лазил Вот Кроме Такой Плохонькой Черно Белой Фотографии Все Размытые Спикселизации Жуткой Ничего Нигде Нет Ну Казалось Б Ну Ребят У вас Такая Сенсационная Находка Да Почему Не сделать Нормальных Качественных Фотографий Не Про Сейчас Макросъемку Пожалуйста Там Да Хочешь Под микроскоп Засунь Да Посмотри Там Мельчайшие Детали Нигде Ничего Нет Сразу Возникает Сомнение Но С другой Стороны Что Такое Сланец Сланец По Плоскостям Прекрасно Разламывается Расщепляется Камень Разломился То есть Сказать Что Это Действительно Сандалии Нельзя Что То Что Приняли За Какой Какой То Печаток Почему Вот Это Как бы Вещь Которую Очень Очень Многие Считают Что Действительно Так Называется Окаменевшим Пальцем В Канаде В Канаде Датируется Ну То То Найдем В Породах 100 Миллионов Лет Возрастом Ну Палец Конкретный Даже Вот Фотографии Среза Распилили Специально Посмотрели Под микроскопом Сказали Ну Как же Пористая Пористая Это же Кость Значит Все Тут Отличается Даже Простой Вопрос Хорошо Если Палец Просто Взял Попал В такие Условия Что Он Действительно Сразу Окаменел Чтобы Сохранить Форму Пальца Так Как Она Есть Да Соответственно У нее Должны Сохраниться И Структуры Которые Действительно Показывают Мягкую Ткань Она Резко Отличается От Кости Да То есть Вот Здесь На Этой Фотографии Должны Быть Совершенно Два Разных Поля По Цвету По Всему По Фактуре А Здесь Все Типа Заполняет Кость Ну Типа Как Мумия Муфи Цирный Палец Выглядит Совсем По Другому Там Он Не Такой Не Сохраняет Форму Либо Так Либо Так Ну И Реально Как Б О Том Что Это Якобы Похоже На Костную Структуру Кричат Только Те Кто Там Кричит Что Да 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 Куча Скептиков Против Но При Этом Есть Ископаемые Останки Которые Иногда Называют Чертовым Пальцем Вот Они Продаются В Интернете Да Вот Это Предки Кальмаров Белемниты Жили В свое Время Кальмары Сейчас Вообще Все Собственно Мягкие А у Них Вот В Этой Части Туловище Были Вот Такие Вот Скажем Так Типа Внутреннего Такого Чехла Который Защищал Там Какие Там Более Важные Органы Ну И Когда Он Собственно Горя Они Похожи На Пальц Будет Небольшой Скол Мы Получим Что-то Типа Ногтя Вот Вот И Все То Есть Эта Находка В принципе Может Объясняться Принципиально Совершенно По-другому Не Надо Выдумывать Человечество Миллион Там Сто Миллионов Лет Возраст Всякие Шары Которые Встречаются В природе Шарики Да Такой Неубиенный Вроде Аргумент Но Скажем Шары Встречается Двух Принципиально Это то что очень много всяких осадочных пород Они находятся и в Арктике Кто там про Арктику спрашивал Значит Очень много там Скажем В Латинской Америке Они Коста-Рики Да Они вообще на самом деле встречаются везде Потому что По большой Вот совершенно простая физическая причина Форма шара Это самая простая и удобная форма Когда мы имеем дело Ну скажем так С какими-то равномерными процессами Да Форма шара Почему шарик у нас круглый Именно имеет форму шара Воздушный Да потому что так действуют физические законы Что он растягивается везде одинаково Давление работает Да Есть у геологов Скажем Объяснение Образование шарообразной формы Для Ну там Разли Именно осадочные породы Остадочные породы Действительно иногда Вот так вот собирается Образуется шар Ничего здесь Скажем так Основание для того Чтобы говорить Что все эти шары Которые в огромнейшем количестве Встречаются Вот Так так И валяются везде Где угодно Что это делали какие-то люди И зачем они это делали Это уже непонятно Но в общем Есть нормальное объяснение Геологическое Вот таким структурам Гораздо сложнее С металлическими шариками То есть Ну не металлические А полуметаллические Там соединение металлов С разными другими Веществами Особенно когда С этими полосочками Да Но полосочки Это кажется Уже прям вот вообще Да Теперь берем Такой процесс Представьте себе Магму Расплавленную В недрах Она же неоднородна В ней масса Всяких веществ Да Какие-то чуть плотнее Какие-то чуть Менее плотные У нас начинает Работать закон Архимеда Все что легко Поднимается вверх Все что Тяжелее опускается вниз Как воздушные шарики Пузырьки Почему форма шарика Да потому что Законное давление Мы получаем шарик Расплавленный Который начинает Подниматься Да Он просто шарик Капля Более легкая капля Тоже в жидкости Ну Грубо говоря Смешайте бензин и воду Да Вы получите те же самые Капли Которые у вас начнут Бензин и подниматься вверх Они будут действительно Каплями Круглыми А теперь он начинает застывать Он попадает в зону Более низких температур Как он начинает застывать Он начинает застывать Снаружи Прежде всего Где более холодное пространство Снаружи образуется Грубо говоря Теннисный шарик Да Пленка сверху Жесткая Но он проходит Определенную стадию Когда Он еще не совсем Весь застыл Вот эта вот корочка Грубо говоря Скорлупа Да В этот момент На него начинает Какие-то воздействия Происходить И вдоль оси воздействия Он может Испытать такую нагрузку Что произойдет Так называемое Прощелкивание Есть такой Термин В теории упругости В сопроматии И так далее Да Вот он колеблется Еще не в полузастывшем состоянии Например Пошли силы Работать на растяжение Мы получим Вот такую вот ерунду Когда он полузастывший Начинает чуть-чуть тянуться Как вам сказать Вот Очень похоже Когда вы Надкусываете риску Начинаете ее растаскивать В разные стороны Да Вот эта вот Вязкая там Внутри Она как раз И будет образовывать Такое углубление И образуется Это углубление Как раз Строго в плоскости Перпендикулярно Этой нагрузке Может образоваться И три Это более уникальный вариант Но что интересно Что если мы Понимаем Что три полоски Гораздо реже Образуется Чем одна В соотношении Найденных Вот такой найден один Таких несколько десятков Но что еще интересно На что не обращают Внимание Когда у вас Такая скорлупа На жидком ядре Если вдруг У вас Значит Произошел Перепад давления Внутри Достаточно серьезный У вас Снаружи Давление Может начать Проминать Эту скорлупу И в слабом месте Она Прошелкнет внутрь Она не порвется Снаружи Она вот Как шарик теннисный Раз и ушел внутрь Вот вы нажали пальцем Ушел туда Вот оно Вот эта вот штука Кремон не обращает Внимание Но это абсолютно Четко Вот стадия Такого процесса То есть процесс Достаточно Сложный С точки зрения Представления Как это происходило С точки зрения Физики Элементарнейший Процесс Происходит это Происходит Расплав Всегда выходит Какими-то Включениями Вот Там Всякие Интрузии И так далее И тому подобное То есть Если мы возьмем Реальные Магматические породы Там всегда Вот эти твердые Вкрапления Вот эти вот Что ты говорил Да Заподлицо Стюсана Это все то же самое Потому что Неоднородный состав Он естественно Будет застывать По-разному В разных местах Разные температуры Плавления То есть Есть вполне Простое объяснение Без того Чтобы придумывать Людей Возрастом Почти 3 миллиарда лет Когда По той же самой Шкале Вообще Существовали В лучшем случае Одноклеточные Находки В каменном угле Здесь все находки Сметаются Одним единственным Махом Значит Вот находки Действительно серьезные Есть фотографии Пожалуйста Вот Только правда Два предмета Я нашел фотографии Остальное все Описание Типа золотых цепочек В каменном угле Типа даже Каменная кладка Найдена Там какая-то Ну что Получается 300 миллионов Лет назад Уже Сооружение Строили Заявка Очень серьезная Вот Но фотографии Реальных Я нашел Вот только Вот колокольчик И вот Такая Получаша Полусосуд Типа Может быть Такого Для жидкости Там Разливать Но есть Есть предметы Очень Нельзя сказать Что они там Естественным образом Сформировались Этого Никак не скажешь Да То есть Конкретно Кто-то Сделал Но тут Проблема В другом Здесь Проблема В том Что Откуда берется Возраст Каменного угля А Придумывается По теории Что все Это дело Каменный уголь Образовался Из деревьев Которые Расливками На угольный период Вот они там Упали Отложились Потом Испрессовывались Я не буду Выдаваться в детали Это у меня В книгах Описано Там По По Земле Там По Еще и Отдельной статье К раз На эту тему Значит Так называемые Биогенные теории О которой я сейчас Веду речь Да То есть Происхождение Из органических Остатков Претензий Были с самого начала По нефти точно Там Ученый мир Сразу разделился С каменным углем Сложнее Потому что Ну как Отпечатки растений В каменном угле Да Вот Как ты скажешь Ну действительно Биологическое Но хотя Если смотреть Химический состав Каменный уголь В котором Серы Меньше 2% 2% Это считается Очень качественный Каменный уголь Вы представьте Живой организм С двумя процентами Серы Сера для нас Это яд Для растений Тоже Будь здоров В растениях Сера закупоривает Каналы По которым Течет сок Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует